Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас первый в этом году зимний семинар, который называется «Ловля хищника из-подо льда». И сегодня для вас будут делиться своим опытом три даже рыболова, спортсмена, любителя. Итак, кандидат мастера спорта по рыболовному спорту и призер, и победитель соревнований по спортивной блесне Владислав Федотов. Известный всем авторитетный рыболов-любитель Леонид Драгун. И кандидат мастера спорта по рыболовному спорту и... Кандидат мастера спорта... Да, да. Правильно я все сказал? Что все по зимней блесне. Да. Да. Алексей Парусов. Сегодня Владислав начнет, да, а ребята уже поделятся своим опытом в процессе семинара. И вы, как всегда, сможете задать свои вопросы. Да, желательно вопрос-ответ, чтобы так было поживее, поинтереснее. Пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер. Сегодня мы постараемся вкратце, по мере возможности, объяснить рыбалку из-подо льда хищной рыбы на балансиры, блесна и цикады. Начнем мы с балансиров, так как это самый популярный вид ловли хищника из-подо льда. Мы абсолютно не ставим себя выше каких-то других рыболовов. И то, что мы говорим, это не есть догма, но за тот момент, который мы привели на рыбалке, там, на соревнованиях, какой-то опыт накопился, мы просто делимся своим опытом, своими познаниями то, что есть. Ну, не обязательно, это должно быть истинно, и у каждого, наверное, свой взгляд и подход к этому. Итак, балансиры. Все прекрасно знают, что такое свинцовая приманка. Сзади у нее есть пластиковое крыло, за счет которого идет подводный упор под водой и она уходит в сторону, да? То есть мы прекрасно понимаем. Вот у нас висит так называемый балансир. Тут у него крючочек, здесь подвесной крючочек, глазик, вот такой вот хвостик. Идет рывок вверх. Балансир за счет этого уходит, поднимаясь в сторону, за счет сопротивления. Останавливается, разворачивается, возвращается и по уменьшающей амплитуде он останавливается. Это все элементарные вещи, да? Кто думает и как пишут журналы, что балансир делает там вот такую огромную восьмерку под водой, это не совсем есть истина. На самом деле он зачастую даже не делает восьмерку, он делает вот такие минимальные колебательные движения, то есть не охватывая их. Потому что новый балансир, когда он хорошо отбалансированный, от известных производителей, там тоже Рапова, там, ну, финны, шведы, да, не будем представлять торговой марке. Согласен, он может делать восьмерку, разворачиваться сначала в одну сторону, потом в другую, и это не путает леску. Чем дольше балансир участвует в ваших рыбных баталиях, чем дольше он ввезет в коробке, чем чаще крючок или хвост задевает за край лунки, у него происходят минимальные какие-то изгибы. Ну, возможно, они незаметны к глазу, но это есть на самом деле так. И в этом случае у нас что получается? У нас вот он идет вперед, назад, разворачивается, возвращается. Заметили в какую сторону? Влево. Отходит влево, влево, и постоянно его поворот влево. Это на самом деле так, наверное, заметили, да, леска после очень долгой рыбалки перекручивается. Особенно это касается вот не новых балансиров, но и новых, если они сомнительного, скажем, качества, они предварительные. А у старых балансиров это, как правило, ну, это и есть. То есть перекруты как бы бывают неизбежны. Что спасать от перекруток, мы разберем немножко подольше, извиняюсь, немножко попозже. В основном теория балансирования понятно. Как он работает, для чего он есть. Мы сейчас поговорим о самом простом хищнике. Конечно, он не так просто, как это кажется. Ну, а самым популярным хищнике для ловы из-подо льда это обокуна. Щуки мы коснемся в конце, скажем так, нашего семинара немножко подробнее. А пока поговорим обокуна. Это, в первую очередь, наверное, все-таки для рыбаков в Нижегородской области. Это Горьковское море, сами понимаете, да, да, наш любимый захранилище. Это Чебоксарка, это Камен Корознежье, Залива. Ну, естественно, кто любит там спортивный окунь, какие-то небольшие озера, пруда, заливы, рек. Недалеко там, в черте города или подальше. Вот. Давайте начнем и остановимся сначала на Горьковском море хранилище. Как ловить там окуня, что он из себя представляет, чем он кормится и где его основные места стоянки, начиная с первого льда и потихонечку уходя в глухозимие, и потом, к весне, когда он начинает активно кормиться. Ну, давайте нашего мастеровитого Леонида Петровича попросим, любителя Горьковского моря. Он там проживает у нас, иногда бывает по 3-4 дня в неделю, все знает. Вот он сейчас расскажет свое видение в рыбалке окуня на Горьковском водохранилище. Леонида Петровича. Здравствуйте. Еще раз. Значит, что касается нашего Горьковского водохранилища, как правило, я начинаю подготовку к зимнему сезону с осеннего сезона, да, начиная с середины августа и вплоть до ледостава с усилением клево, и дальше, как бы, немножко утихает, волны начинаются, поклевки, активность окуня, дабы отследить, где у него уже намечаются места стоянок на первый лед. Потому что, как правило, именно я имею в виду тот окунь, который котлит, там, где присутствует чайка, он на этих местах остается. То есть он может ловиться в разных точках, да, выходить на свои там места, кормежки и так далее, и так далее, там вышел сегодня и завтра он туда не пришел. А есть вот такие котлы, которые работают, вот он как встал, например, в конце августа, да, или в середине сентября, и он там, приезжаешь через неделю, он там, приезжаешь еще через неделю, он там, может даже нету чаек, не видно, чтобы он там активно кого-то там гонял, но он там присутствует, он стоит там в количестве, там проводку делаешь, и понимаешь, что там за одну проводку на спиннинг до 10 поклевок там, и если ставить там определенные снасти, то сколько поставишь крючков, там столько и будет их там окуней на этой гирляндии висеть. Вот эти места, они, я для себя замечаю, и, как правило, на 99%, если не на 100%, на все процентов, я потом на них ловлю до середины января. Потом что-то меняется у нас, то ли в самом режиме водоема, как правило, когда там сбросы воды начинаются там и так далее, уменьшение, потому что, наверное, не имеет пополнения, а ГЭС работает, и окунь начинает уже смещаться на другие стоянки. Но опять же, все зависит от того уровня воды, который на начало ледоставал был. Но вот этот момент работает. Второе, где он находится, ну, возможно, не в том количестве, не в том качестве, так скажем, это понятные места, это гривы, и все, что связано с этим гривом. У нас понимание есть там первая грива, вторая грива, третья грива. Последняя, это тот, именно, последняя, где была раньше коренная Волга, затопленные участки. В принципе, он может появиться в любом месте, но привязка всегда есть к этим местам. То есть в 80% случаев он там находится. Но когда приходишь и знаешь, что он там должен быть, вчера был, позавчера, или там неделю назад ты ловил, там месяц он там был, а приходишь, его нет в очередной раз, здесь уже надо проявить фантазию, куда он мог уйти, почему и от кого. Бывает, находится на таких местах, которые, ну, никому больше, может, и в голову не придет. Я находил его и в полкилометре вот этих грив, на глубине 12 метров, в пол воды он там находился, и тоже плевал так же стабильно. Поэтому вот основное, где он может находиться, это вот базовые точки. Ну, фантазия должна всегда присутствовать, и она работает. Причем, может быть, так, что он работал и, точнее, находился, и выловили его на дальней гриве, в первые, там, скажем, первые 2-3 недели, и потом он исчез. А до этого проверяли первую гриву, и его там не было. А тяжело потом сориентироваться, что надо идти из глубинного свала, пойти к берегу, и он, оказывается, там находится. И такие случаи были, потому что миграция все-таки она есть, они перемещаются, за пищевыми объектами перемещаются. Я имею в виду, в первую очередь, окуня, которого именно надо рассматривать, как хищника, которым можно сделать большие улогы. То есть активно восстанем, да. Я его, как бы, делю на две категории для себя. Один окунь, который приземленный, да, который вот он живет около этого места, он никуда не пойдет, ему упала там букашка, там, бокоплав проплыл, мотыль вылез, он его съел и рад. Появилась там какая-нибудь тюлька, он ее по пути тоже съел и тоже рад. А есть еще, как я их называю, с полетом высокой, они всегда сопровождают стаю тюльки, сопровождают, питаются и являются, как бы, явными хищниками, стальной охотой. У них это заложено, да. И, как правило, они всегда ловятся с полу воды и выше до льда. Вот в такой стае и есть трофейный опыт, да? В этой стае, как правило, присутствует всегда трофейный опыт. Для него только нужно достучаться, так скажем, вывести его из рта. Есть, а иногда бывает он сам растолкает всех и возьмет, причем ни в одном, ни в однократном количестве. Дальше, что касается по тактике, понятно, да, по поиску тоже, понятно, приблизительно, по конкретному поиску уже в окуне на данном участке, где вы его там заметили, что он был, да, или вы знаете, что он находится, да. Я начинаю с того, что пробуриваю там лунку, как всегда, и вокруг, в расстоянии там 5-6 шагов от этой лунки, как правило, там уже что-то забитое где-то, да, уже есть, от нее еще 4, то есть это опорные точки, да. Как правило, это свал, над свалом, внизу свала, и по горизонтали, да, перемещение там идет от этой точки, как бы рельеф представляется, потому что он может быть, в зависимости от давления атмосферного, от каких-то других условий перемещаться вверх-вниз вдоль этого свала. Дальше я начинаю проверку лунки, отработку лунки именно с того, что проверяю верхние слои, то есть непосредственно подо льду. Непосредственно начинаю там, у меня как бы есть, я 12-сот натуре, я знаю, что это мое на уровне глаз, то есть на уровне глаз. 1,2 метра, возьми удочку. Касание, ну где-то получается, если брать мой рост, это метр шестьдесят, наверное, так, потому что я считаю, что внизу, я немножко покороче люблю удильники, для того, чтобы можно было работать именно в плане с мормышкой, когда очень тяжело достучаться, а зная, что он здесь, тогда приходится делать технические такие определенные приемы, я люблю поэтому как бы не длиннее вот такого. Просто еще кивок для синонизатора поклевки из пружины стальной, который я выгибаю по принципу, как на безмотылку, чтобы под нагрузкой этого балансира, она еще выдвигается взад-вперед, он принимал ризонтальное положение. Для чего-то надо, бывает иногда очень такие щипкие, очень нежные, при касании, причем крупно окунь, подходит, чуть ли не дышит. И вот когда он начинает трогать этот тройник, а он еще тем, что он немножко дает, начинает тоже подниматься, и в это время, видишь, 2-3 мм вверх пошло, и все, уже он действовал. Он уже чуть запоздал, он уже успел выплюнуть, то есть чувствует это, и все. Поэтому начинают сверху, да, на уровень глаз, и сразу раздраживающие такие движения, где-то 10-12 подбросов, без паузы, да, то есть опустился, балансил, подбросил, опустился, подбросил. И скорее всего, сколько позволяет, конечно, там, до льда, да, бывают там короткие и так далее. То есть не систематически, да, то есть приманиваем, балансируем, что он делает. Ну, когда приходит в нижнюю точку, да, он стоит сюда, вот, носом здесь опередим. Вы когда дергаете, он уходит туда, куда нос. Возвращается, естественно, он встает в другую сторону, или вот так его повернуло, да, до следующей руке. А вы дергаете, пошел туда, развернулся он туда. И вот он по кругу, как бы как раз вот за эти 10-12 подбросов, он приманивает рыбу. Те, кто издалека подходит, им все равно интересно, что здесь происходит. Здесь уже, когда создается критическая масса, все физику изучали, да, появляются самые невыдержанные, а за ним уже стайная... Цветная реакция. Цветная реакция. И они понесли друг из друга так брать. Поэтому сверху подбросили и бауза. Паузу я держу секунд 10. С одной целью, узнать, насколько сегодня активный окунь. Если он здесь присутствует, чтобы понять, сколько ему надо. Бывает, только паузу сделал, а уже все, сразу моментальная поклевка, и все. То есть он сегодня будет работать, там можно не ждать долго, да. А бывает вот пауза, и ждешь, 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 вот как сейчас, вот в какой-то стадии такой находится, неактивный. И на 10 секунде, там, бум, как-то толчок или касание. Уже здесь понятно, что он подо льдом, и дальше начинаем уже работать с ним. Всякие хитрости, премудрости, если будут какие-то вопросы, я расскажу, да. Если вы посмотрели, попробовали, нету, да. Дальше простые еще взмахи, там, например, один подброс подождал до 5, еще подброс подождал до 7, подброс еще подождал до 10, ничего не происходит, начинаешь опускаться вниз. Опускаешься, и главное вот в этой точке, когда подбрасывать, независимо, где она, на уровне глаз, она внизу, посерединке, да, где-то у вас, где касание случилось. Бывает, иногда идешь, хочется дойти до уровня, когда стоишь 100 метров 40, да, а вот в этом месте, где-то как раз неудобно, где-то руку выворачивает уже, тут, бам, касание, вот это место же фиксировать нужно четко в своем зрении, в нем, там, скажем, восприятии, даже иногда бывает на снегу какую-то льдинку заметил там сразу, начинаешь вот эту точку добивать до конца, именно жестко, миллиметр в миллиметр именно в это место, где было касание балансировано. Это как раз вот провоцирует на поклевку, если это сразу не случилось, со второго раза не случилось, с третьего не случилось, но четвертый точно будет поклевка. Так вот, опускаем, ну, где-то сантиметров по пять, не более. Опускаем, 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 да, да, но если кому-то тяжело, рука, если кого-то не поставлена, то можно фиксировать с помощью пальца, руки, второго, да, кто болесной занимался, этот прием, они все знают, да, и дохожу уже до уровня, как у меня вот есть, плечо свободная рука, да, как бы самое удобное для подсечки, для вываживания, самая удобная поза, да. И здесь опять же вот пришел вниз, пауза, поплевки нет, делал опять раздраживающие такие движения, 10-12, да, то есть помахал, бывает такое, что вот он здесь не хочет подниматься, вот стоит здесь, посмотрел и все. А начинаешь вот здесь, он, опять же, пауза, секунд 10, тишина, то есть балансер успокоился, и он начинает с нуля просто работать с ним, там, раз, два, там, три, ну, три-четыре раза, нет поклевок, уходим вверх, вверх можно немножко поднять уже, там, не по 5 сантиметров, а по 7, там, скажем, да, 5-7, пришли, опять вот эту точку, опять пауза. Бывает, поклевки случаются на середине. Если держать паузу, когда вы уже знаете, какая пауза, а если просто вы ищете рыбу, то я вот как бы таким вот макаром, сколько тут, секунда-две, я много, я даю, как бы, возможность ему в этих точках концентрироваться, да. Если поклевки нет, сматываю до уровня глаз, это меня, я же знаю, четыре, на моей удочке четыре барабана, да, потому что надо знать, как бы, запоминать, на каком уровне все-таки эта поклевка будет. И дальше по той же схеме, да, пошел, 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 вверх-вниз, нету поклевок, или где-то зафиксировался, все. Здесь начинаем работать именно с этим окунем. И когда я прихожу на водоем, бывает одна лунка, две лунки, три лунки, десять лунок, прошел сверху вниз, поклевок нет. Начинаешь... Три сантиметра. Иногда, может быть, даже... Ну, уже когда черкаешь под бой, оно видно, там начинается, как будто ты воспринимаешь за под бой. Вот, поэтому, вот дошли, нету ничего. Все, на следующую лунку, вот проходишь эти... Шестая, седьмая, восьмая, десятая, и уже понимаешь, что ты место второе поменял, третье, и в голове уже одного только хочется, чтобы он где-нибудь прикоснулся, понять, в каком горизонте он стоит. Потому что не может такого быть, чтобы его там не было. Он там, если я ловил вчера, или ловил неделю назад, месяц ловил стабильно каждый выходной, а тут пришел, вот где он, на каком горизонте. И вот, хотя бы болейшее касание в одной лунке, начинаешь с ним работать, а он не выходит больше на поклевку. Один раз тыкнулся все, но переходишь вот эту глубину, в которой у тебя были поклевки, сколько там оборотов отверха, да, или сколько там оборотов от низа, если кому как удобнее будет, да, и ты потом смотришь, смотришь, где там, где, ну, как глубина какая, когда рельеф не знаешь. Переходишь на соседнюю лунку и работаешь уже четко, жестко в этой вот, именно с этой глубиной. На этой глубине все, начинаешь гонять, и начинаются поклевки. Может, ты вот где-то край стаи один какой-то там тукнул, а смотрит все остальные там, и он туда вернулся, или тюлька там, а он здесь как бы пробегал, думает, может здесь, а там веселее, и все-таки ушел, да. А приходишь там где-то влево-вправо смещаешься, и вот на этой глубине начинается раздача. Что вот после того, как нашли, где он стоит, да, горизонт, после этого я как бы стараюсь понять именно тот тоннель, в который сегодня он готов работать. то есть он стоит, например, здесь, да, вот я стою. Дальше я хочу узнать, в каком диапазоне он готов со мной сегодня общаться, да. Дмитрий Петрович, давайте проведем черту. Допустим, вот у нас есть глубина там, ну, 7 метров, да. Вот он, нашли вы его, ну, сказать, на трех метрах. На трех метрах. Вот он активно улетал, приношли, начались подлевки, подбоя. Потом какая-то наступает пауза и так далее, он не хочет брать, видно, что он дышит, там плюется и все. Начинаю его проверять, в каком горизонте он готов перемещаться. Начинаю идти вверх, да, идешь, идешь, идешь. Иногда бывает достаточно только на 10 сантиметров подняться, и начинаются поклевки опять. Иногда идешь, доходишь до уровня глаз, он догоняет. Почему этот промежуток работает, я не знаю. Может, у меня такой рост 180 стандартный для окуня. Вот в этом горизонте, наверное, глаз, он начинает и поклевкой, и такая четкая, и все. Начинаешь работать опять в этом горизонте. Работаешь, поклевки закончились, начинаешь, как бы вверх, не идет. Начинаешь идти вниз. Приходишь опять, вот в точку, начинаются поклевки. Или поклевок нет, вверх поднялся, опустился, поклевки отсутствуют. Начинаешь проверять, насколько он пойдет вниз, да. Опускаешь его до этого, и поклевки начинаются, например, прямо на краю лунки, да. Присел, поработал с ним. Дальше вышел сюда. Опять же, поклевки возобновляются, как правило. Но если нет, начинаешь смотреть, куда же он вниз пойдет, насколько. Опять там до уровня глаз. Спускаешься, дошли до уровня, где был лед, вот как раз получается так, поклевки возобновились, да. Опять вверх, вверх не идет. Опять вниз, ага, поклевки есть. Ну, значит, еще ниже. А ниже уже не идет. И получается, что вот в этом горизонте, как раз вот, от льда до уровня глаз, вот это его коридор, да. Ну, то есть, получается, там метр вверх, метр вниз, собственно говоря. Вот мы его начинаем в этом горизонте целый день выводить из себя, так скажем. Меняя приманки, меняя технику, меняя какие-то уловки там делая и так далее. Потому что выше он не хочет подниматься, ниже он опускаться тоже не хочет. Бывает, этот низ, это дно. Бывает, этот верх, это край лунки, да, льда, кромка льда. Вот он в этом горизонте, и вот с ним, как правило, весь день, ну, процентов на 90, он находится, его там можно найти и заниматься там, любой другой лунки, которая находится не обязательно на этой точке. Но, когда смена погоды идет, когда бывают какие-то активные всплески его, он тюльку побил, вверху бывает он опускается вниз. Если небольшая глубина, там, поднимать раненых. Если чувствуете, что вот уже прошли этот, а его нету, есть смысл опуститься и посмотреть у дна. Особенно, когда вот была раздача с тюлькой, там, с брызгами, с соплями и так далее, и так далее. Ну, как бы, вкратце то, что, а там, если дополнительные вопросы, может быть, что-то... Чем посильнее локон, тем жестче должна быть вот эта вот фиксация и шага вот этого. Лучше, ну, это как бы касается начинающих рыболов, я не знаю, там, для тех, кто постоянно ловит на балансиру, наверное, это, ну, не стоит объяснять. Часто видишь такую вещь, когда человек начинает ловить на балансируем, когда только начинают люди, это происходит примерно вот так. То есть там взмахи идут, ну, какие-то вот такие... Смотрели фильм, да, там, 12 стульев, все эти репликации. Достаточно по машине не балансируем, помахать, и он там будет сливать. Не будет он сливать, если рыба пассивна. То есть для этого нужна четкая пауза, она, то есть, определяется путем на водоеме, чаще всего это, ну, где-то 5... У балансируем побольше, 5-7 секунд для балансируема. В принципе, это достаточно, но в последний раз, да, это было там, что-то такое сумасшествие, такое, там, секунд. 10 надо было стоять и ждать. 8-8 пассивен просто. Вот, ну, чем он пассивнее, тем жестче должна быть вот именно... Я объясню сейчас, почему просто. Давайте, представим, можно взять, конечно, большой балансир. У меня есть вот такие балансиры. Они, причем, поверьте мне, довольно-таки неплохо влажают окунь. Такие вот, влажают окунь. Вот, когда остановился удар, да, то есть, ну, мы называем удар, раз, два, сбросился. Вот он ушел, возвращается, леска фиксирована, он не проваливается. То есть, он идет, играет в одинаковом горизонте, замирает, ну, как можно больше амплитуда, да. А когда рука неуверенная, рука качается, естественно, идет слабина или подъем лески, вот он возвращается вроде бы уже, ну, вот его центральная точка, допустим, вот здесь вот, да, вот она, центральная точка. Вот эта точка. Вот отсюда мы начали путь движения. Вот у нас красиво вот этот восьмерчик ходит, а куда рука поваривается, он возвращается, скинул сбой, провод. То есть, только он смотрит за ним, он же все-таки хищник, он снимает меня на уровне подсознания. И когда вот идет этот возврат, сбой или вверху потянули, идет рывок, непредсказуемую сторону. Он не понимает, у пищевого объекта, как бы, такого быть не должно. Это очень настораженный рывок. Достаточно энергия какая-то, да. Это результаты, ну, личных нашего опыта, других рыбаков, результаты рассмотра поведения хищника в подводную камеру, запись все те же самые, да. Почему очень важно именно фиксировать руку. Проводка должна быть закончена, и вот эта пауза амплитуды, чем у вас крупнее и тяжелее балансир, тем у него больше заложена в него прерыв те кинетические энергии, да, и чем больше масса. Естественно, у него больше амплитуда. Ну, опять, можно тут удариться в физику, посчитать длину лески, толщину, сопротивление воды. Растяжение. Но все это понятно. И вот эти сбои, они отрицательно абсолютно играют. То есть рука должна четко фиксироваться. Не надо стесняться там подставлять вторую руку. Это потом, со временем уже до автоматизма. А первое время, я не стесняюсь, мы отсчитывали там раз, два, три, четыре, пять, удар, раз, два. А уже потом рука, это мышечная память, все это в руке остается, это запоминание. Причем легко перестроиться там с пяти секундной на трехсекундную паузу. Это очень бывает полезно. Или наоборот, на семи, на десяти вот такие вот варианты. Но рука, кисть и, естественно, хлыст удочки должен жестко фиксироваться в одном положении. Почему, опять же, в удочках важны кивки, кто пользуется кивками. Сейчас очень много хороших удочек, ну, естественно, делают самодельщики. Алексей делает удочки, я делаю удочки, не ног, не суть. Мы практически отказались от кивков. Но кто пользуется кивками, в нем не должно быть остаточных трезитических колебаний. Вы поняли, да? То есть вот кинули, тоже вот этот колебание идет, это сбой игры. И почему нет, поклядок, рядом бывает, клюду лою, он лоюет. Очень много зависит от кивка, поверьте. Ну, это именно на пассивном окне, естественно, если раздача идет там. Там просто вот кинул, вот так вот приподнял, даже когда запутан с резким перехлёстом, да, и он вешается, это естественно. Мы говорим, как раскачать, довольно-таки пассивный окна. Я бы не советовал применять длинные удильники именно по этой причине. Руку надо поставить. Обычный короткий удочек, вот так вот, хлыст, ну, сколько тут у нас, около 25 сантиметров примерно, больше не надо. С длинными все-таки труднее, например, и работать. Если все-таки длинный удильник, то надо понять амплитуду, то что у вас длинный хлыст, вы делаете вроде тот же самый рывок, тот же самый, но хлыст у вас проходит гораздо большую высоту. 40-50 сантиметров. И, ну, балансир там делает какие-то сумасшедшие вещи, опять же, во время раздачи это все равно. Когда окна пассивные, там... Да, как раз старт и старт вплоть до мормочной игры. Должен быть плавно, не срываться он должен куда-то. Если жестко там или резко дернуть, вплоть до того, что может он в штопор уйти, если сильно приложиться, да, он должен плавно уходить. Поэтому металлические, у меня любимые кивки, они и сенсорику сохраняют, они вот и можно подогнуть, можно выдвинуть под любой балансир, под любой вес, да, и они... И вот, когда смотришь, нагружается, да, он первым прогибается, потом прогибается хлыст, то есть он не срывает. Он дает даже твои какие-то погрешности, плавно завладиться балансиром и уходить, то есть вот именно взмахиваете. А зато, когда ты делаешь остановку, балансир падает, и прям никакой, дополнительных колебаний, паразитки нет. Вот мы сейчас поговорили о городском здохранилище, поимка окун на городском здохранилище всегда интересна, когда мы находим именно стайного котлового окуня. Котловой и стайный окунь, опять же, на том же горе моря, так называемом, это наличие тюльки, как кормится, представляем, да, он гонит большую массу тюльку, кто попадал, видели. При поклевках мы его таскиваем, он оттягивает тюльку, начинает, надо даже живую тюльку. Вот, попасть на такую раздачу, ну, на самом деле, дорогого стоит, и это все понятно. Найти единичного крупного трофейного окуня очень тяжело, и на 99% невозможно. То есть, вот, если мы возьмем Чебоксарку, Разнежье, Каменку, Васильсульск, дальше, там окуня крупного трофейного ищут не как стайного, а штучного, по гривам, по коряжникам, по свалам. Вот, и если у нас по Горьковской море, как бы, более-менее что-то прояснилось, да, вот давайте сейчас на Чебоксарку перейдем, потому что, ну, если брать окуну, ну, залива, скорее всего, да. На самом, на фарватере, оке, зимой, ну, мало кто практикует ловлю окуня. И в основном только по заливам. Или там около берега мелкого окуня. А трофейные окуни – это все-таки какие-то старицы, разливы, вот Чебоксарка. Как там искать окуня? Ну, наверное, нужно начать с интернета. Не с каких-то форумов, а просто открыть карту предполагаемой вашей поездки, посмотреть сверху в гугле, там, в других картах, совмещенные спутником, количество, наличие озер, ту же Каменку, Разнежье, Михайловское, чтобы было понимание. Окун, как правило, в таких местах, он крупный. Мы говорим про крупного трофейного окуня, все хотят поймать трофея мелкого, можно поймать где угодно. Он оседлый, то есть он постоянно живет, у него нет таких перемещений, как окуни на Горьковском море. У него есть любимые коряжки, у него есть любимые бровки, по которым он минимально движется. Он тут хозяин, он щуки практически уже не боится в таком возрасте, но мы про хорошие окуна и говорим. То есть он постоянно оседлый живет в одних и тех же местах, причем как зимой, так и летом. Это на самом деле так. И здесь у нас уже идет привязка непосредственно к глубинам, к закоряженным бровкам, начиная с первого льда, даже глухозимья, он постоянно кормится, потому что не есть он не может. А вот как его выманить, как заставить его клевать. Давайте вот сейчас мы Алексея попробуем, он попросит, он попросит, попробует рассказать. Вот именно систему окуня, не двигающийся, а постоянного, чтобы спровоцировать он поклевку. Ну, скажем так, в любом случае мы привязываемся к рельефу какому-то, так или иначе. Смотрим на карте, где эти озера, бывшие, эти самые бровки, эти самые коробки. Обраны какие-то, да, враги, старые. То есть, соответственно, там были бревна, какие-то деревья стояли. Вот. Советовал бы начинать, ну вот по последним рыбалкам, да с глубины даже 30 сантиметров, можно искать хищника. Ну, бывает такой момент, на предпоследней рыбалке мы нашли окуня до 800 грамм на глубине от 30 до метра. Вот, от 30 сантиметров до метра. Имеет смысл такие места пробивать, но это, наверное, связано с какими-то погодными явлениями. Но все-таки это больше, опять же, свалы, ну, я, наверное, ничего не открою. Желательно, опять же, перед зимой покататься на лодке, посмотреть, где коряги, что есть, забить это все в навигатор. Это очень здорово помогает. Понятно, что может рыба смещается там, ну, зимой, зимой, лето на разные места. Но, тем не менее, какие-то такие места, они все равно постоянно отталимы рыбой. Да, это какие-то свалы с пупочками, где трется постоянно какой-то малек, где его можно поймать. Вот. Что можно сказать по балансирам? Наверное, мельчить не стоит. Но были какие-то моменты там в жизни, когда крупный окунь клевал там на какой-то мелкий балансир. Но все-таки я бы рекомендовал, наверное, 5 сантиметров, это... И в гору. И в гору, да. Вплоть до 11 сантиметров, по тому же окунь. Вот. Ну, на Горьевском море это работает. Особенно, когда идет раздача. Мы тут немного упустили момент, ну, по каплям, то что... Вернемся к каплям, не граем, ты там, вернемся к оснащению с моим балансиром. Здесь уже хищник рассматривать твой балансир не как вот эту подвесную каплю, а именно как воблер, как живой объект. И мельчить вот там с такими приманками, наверное, все-таки не стоит. Вот. Ну и, соответственно, лесочку тоже. Когда килограммовый укрон садится в корягах... На глубине в метр. Да, лучше с этим... С 0,14-12 шансов практически нет. А так, по поиску ищу я примерно... Ну, я долго на лунку не трачу. Ну, все зависит, опять же, от коматозности его. Все равно какое-то понимание возникает. Чаще всего занимать, если глубина там 4 метра, это прогон идет, ну, сантиметров по 10, наверное, опускание. Сверху доняю туда. Если мы говорим про Горьковское море, все-таки там... Ну, все, все, ладно. Я про то, что на Горьковском море окунь, крупный окунь, он ловится чаще всего ото льда и ниже. Здесь может быть момент такой, что крупный окунь стоит там где-то под корягой внизу. И стоит дойти до дна и сделать все-таки несколько чиркающих движений по дну. То есть, чтобы поднять дополнительное облачко муть какое-то, привлечь. Вот. Это тоже работает. Ну, не всегда, но работает. Чаще всего все-таки, ну, окунь такой солидный, он выходит за приманкой. Вот. Это поменьше, да. Вот этот прием очень-очень-очень часто работает на водоемах типа озер. Вот. Движение балансира по основе. Касание дна. Да, касание дна. Ну, будете коряг. Ну, да. Они нужны, они радуют, они радуют наличие коряги. Коряги, про коряги есть. У Леонида Петровича будет тема про цикады, потому что мы ее затронем. Мы не вернешься обязательно, да, коряги пробивать и чем? Ну, в целом, искать окуня стоит все-таки на таких, на местах чебоксарки, вот, там, от самых минимальных глубин. Ну, естественно, надо быть осторожным, если у кого-то, особенно, там, рапала, засадить ее в корягу. Ну, учитывая новую стоимость наших игрушек, как бы, это бывает очень печально. Да. Полезно также пробовать, если те же самые коряги, это блесна с одинарником. Отбить ее проще. Можно сделать проще, такая подсказка, вот именно, ну, опять же, мы перешли на другие водоемы, не касая Горьковского хранилища, снимать довесной тройник. Работать только передним крючком приманки и задним крючком, потому что, ну, на самом деле, крупные трофильные окуньки, более в таких местах, как Чебоксарское хранилище, он видит вашу приманку именно уже как пищевой объект, а не как вот эту подвесочку, которую хочется отнять у малька. И он очень активно берет, потому что я иногда использую очень крупные блесны, такие там, до 8 сантиметров длиной, он ее закушивает прям до самого платка. И нашли мы вот этот овраг канава, да, опять же, пенечки, какой-то свал. И здесь, в принципе, может сыграть такое же правило, то есть, вот идет бровка, там, до 8 метров, мы по ней пошли вдоль озера, круглое озеро, перемычка какая-то, не 4 метров около поклевки, там, около коряги произошла. Давайте попробуем вот идти дальше вдоль этой бровки, именно 4 метра. Попробуйте. Он тоже вертикально, горизонтально, ну, горизонтально, вертикально он тоже двигается в зависимости от давления, от погодных условий. То есть, его немножко плющат, он поднимается, опускается. Поиск по горизонтали должен быть пост постоянно. То есть, я бы рекомендовал не подкидывать балансир на одном уровне. То есть, игра должна быть постоянно вверх-вниз, 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 по всем уровням. Если вы определили горизонт, ну, это касается Горьковского моря, по другим водоемам, наверное, все-таки вот эта игра, хотя бы там в полводы, она должна быть постоянно. То есть, мы вверх-вниз, вверх-вниз опускаем. Постоянно, то есть, в течение всей ловли. На одном уровне я не играю никогда балансиром. Впрочем, как и в Блесной. А по 5 сантиметров нужно всегда... И это шаг? Шаг, шаг. Шаг, шаг. Опытным путем, на самом деле, это достигается. Опытным. Потому что можно поактивнее сбрасывать, если очень активный. Когда у него начинается выход, ну, наверное, в нем с моря, очень интересно попытаться поднять его там с 4-5-6-метровой глубины, выше клонки. Для чего? Это увеличивает скорострельность, да? Бывают такие моменты, когда он поднимается за приманкой. И здесь нужно очень быстро изъять приманку из пасти. И еще у вас окуна в руке, вы его не кинули даже в себя, а приманка уже должна лететь в лунку. То есть, он очень интересный хищник. Он завидливый, да? Ну, кто очень много часто ловит, видел. То есть, когда вытаскиваешь и замедляешься с вываживанием одного окуна хорошего, бывает, он повис на турнике, в голову или у хвоста бьет другой, вытаскивает по два окуна. Он пытается, когда голодный, вот у него ажатаж, он рвет эту приманку, тюльку там пополам разрывает, они отнимают друг у друга пищевой объект. И вот этот ажатаж нужно искусственно создавать, то есть, очень быстро, в него кинул, вынул, кинул. И поднимать, поднимать, поднимать. Ага, поклёнки произошли на 1,5 метра, подмотали и выше. То есть, не всегда, если он идет, реагирует. Это очень хорошо. Не всегда, но бывает, вы можете поднять с 6 метров на метр, и опустил, вытащил. То есть, скорострельность усиливается, хороший уровень. Наглядный пример, у меня в этом году был как раз первые санки, я поймал в этом году, не считая топливных окуня. Как раз, интересно, был такой практически ответственный свал, вот он любит такие, не пологие, там когда-ли, медленно-медленно уходящие, но такие, более крутые свалы. И вот на реке Мочи свал там был с 6 на 1,5 метра получился. Вот я его также нашел в пол воды, ниже не опускался, даже не знал, какая глубина, по большому счету, нашел в пол воды. Окуня, даже чуть ниже, наверное, был он, получается, на 4 метров. Пошли поклёвки, хотя шел сверху, пошли поклёвки. Я начал заводить, я снял там 2 или 3 пищевые, вполне такие, 150-200 грамм. И он встал, я думаю, дай я посмотрю вверх. Он пошел вверх, я опускаюсь вниз, то есть еще снял пару-тройку вниз, он не идет. Я подматываю 4, то есть я встал опять на углу, нету, давай сним, он идет дальше. То есть опять дошел, опять идет. И когда я поднялся до уровня, где-то метр ото льда, началась раздача. До этого он там по 2-3, а когда я поднялся вверх, это уже был фурор. Он только опусти и все. Он же стоит прям, колыкни, и все. Скорее всего, может быть, стоял разрозненно, да, вот этот проявили, кстати, 4, потом другие подошли. И когда, наверное, уже все оказалось на 6 метрах высоко, и все это увидели, собрались со всех этих, у них началась уже как бы конкуренция живая, и они начали прямо вешаться. Хотя все начиналось, вверху ничего, дошел до этого, вот они вверх, стая поднялась, и пошла раздача. Так вот в такие моменты можно убрать этот же самый тройник, если мы говорим уже о калибре окуня. Когда нам не надо, в той же стае присутствует и такой окунь, и такой окунь. Вы пропустите поклевку мелочи, снимает ройник, у вас больше шансов, что влетит что-то крупное. Самая моя запоминающаяся рыбалка, это была в минус 23 на улице, ветер метров 15 или даже больше. Там сдувало, я плакал, окна тревало от 200 грамм до килограмма. Ежики плакали. Ежики, да, плакали. Блесна, к сожалению, с одинарником не дала тот эффект, который должен быть. Вот просто пришлось снять этот тройник, потому что выковыривать во время раздачи его из пасти, ну, совершенно некое. Долго в нем ждут руки. Вот касаясь тройника, для чего он служит. Он служит как бы естественным раздражителем. И он, конечно, очень полезен при поиске рыбы, да, то есть, но тем самым мы увеличиваем в разы шанс поимки более мелкого окуня и увеличиваем количество собирающегося мелкого окуня. Почему? Потому что мелкий окунь все-таки видит вот в этой капельке тройники, а на тройнике обязательно должна присутствовать какая-то, ну, игрушка. Пусть это уже родная капля, но должна быть качественная капля. Пусть это бисер, кембрид какого-то цвета, там, кто-то мушки вяжет. Это должно быть. Это естественный раздражитель, потому что мелкий окунь, он видит, пищевой объект именно не ваш балансир, а эту каплю. То есть, он видит пролетающую какую-то малявку, которая что-то схватила, может, не доела, выплюнула, он пытается это отнять. Вот, когда начинаются поклевки хорошего окуня, именно не очень редкие, а вот когда начался выход, начался ожор, естественно, тройник лучше снимать. Потому что, ну, очень сильный уставим, он хватает активно, бывает, хватает и крупный окунь так, чтобы в пасте оказывается и первый или задний крючок, и тройник, и материально очень много времени. Там до трех минут бывает потеря времени, в это время стая может просто сместиться, пускай недалеко, на 5, на 10, на 15 метров, но она не ждет, нет вот этих колебательных движений, нет задора, и она просто уходит. То есть, можно иметь или две удочки, одну без тройника, или просто снять быстренько тройник, это очень помогает именно при раздаче, при хорошем крупном окуне. Но бывает, когда очень грустно, конечно, капли выгодят, даже крупный окунь, там, декила и больше, он очень аккуратно, таким, как, Леонид, Петрович сказал, дуновением, чуть-чуть касается, он виснет именно на капле. Это бывает, это уже когда пассивный, когда он пассивный, да, и ты на капле, он хочет достучаться, это другая крайность, и, как бы, опять же, людям, кто начинает ловить на балансир, я бы рекомендовал дать для психологического, ну, как бы, момента капле, это однозначно, есть еще такие вещи, там, ну, я не говорю, что это конкретно этой фирмы, но это всякие искусственные приманки, типа мутыля. Контрольник искусственного мутыля, искусственного обмарыша, вот такие вот вещи, они очень часто выручают. Да, очень часто выручают, именно когда его коммунальность настолько, что крепейника. Вот, и бывают такие еще моменты, вот последние, ну, начинающим очень трудно, потому что он все равно, человек, начнет дергать, будут путаница. Вот такие вот подвесочки, вот они могут от трех сантиметров даже до пяти, но здесь не нужно делать рывков, это очень плавные покачивания, да, то есть балансир прямо вот, если он рвется, она запутается, видите, даже в руке. А когда вы плавно качаете, он минимально вот так вот отходит на подвеску играет, и вот эта вот капелька провоцирует на поклевку. По последнему льду, в той же чебоксарке, можно очень неплохо ловить и сорожку, и красноотперку, в перемешку с оконами, которые ходят, вот именно эту подвеску, она отнимает, пытается, для них трех, да, леща, подлечка, чем целенаправленно забалансир с подвесками. Вот, теперь баксарку. Да, я хотел как раз тебя просить, чтобы продувать чебоксарку, так вот убирать. Врачебоксарку, что, как бы, есть, как бы глухие заливы, да, затопленные. Окунь там любит находиться, да, но все-таки окунь у нас очень действительно рыба к кислородному режиму. Безусловно. Он всегда стремится туда, где лучше с кислородом, да, где немножко протягивает. Естественно, он не идет в своих укрытиях, в своих мест питания, далеко от пищевого, так скажем, объекта, но он всегда стремится там, где больше кислородный баланс. По продолжительности паузы, я почему говорю, просто, случайно, как Чебаков на паузу, он рассказывает параллельному балансиру, а он разделяет эту паузу на два этапа. Первый этап, это, когда он ушел, развернулся на 180 градусов, вернулся в начальное положение и остановился. А ведь он у нас уходит башкой туда, возвращается туда, получается 180 по леске. И вторая пауза, это, когда он разворачивается еще на 180 градусов. Вот они вяжут, они вяжут непосредственно клетки, как вы, без карабина, они мотивируют это тем, чтобы жестко. Я хотел как раз и сказать, что эпирическим путем я пришел, изначально, естественно, хотелось вязать его наглухо, балансир, да. Но его, когда вяжешь наглухо к леске узлом, он, как после поклевки встал боком, он и так и будет у вас ходить по кругу, а каждый раз поправлять, это, ну, некомфортно. После этого появилась петля. Но, все-таки, подвеска на балансире, это металл. Иногда это, и в своем большем количестве, в большем количестве, это некачественный металл. Не полированный, не полированный, не перетирает ввеску. Керамики там, вставки никто не ставит, да. Плюс, кваска там, лак остается. Это вся петля, сколько ты поймал, там, окуней, потом поклевка, бам, и достаешь петлю, балансира нет. И, как раньше это было, слезы на глазах, потому что то, что балансир, дорого было. И надо было еще найти дефицит. Поэтому появилась застежка. Застежка никак не повлияла на результативность, на поклевки и так далее. Наоборот, плюс смены, быстро отстегнул, пристегнул. Ну, какие кому застежки нравятся, у меня, вот, я, как бы, пришел ко одной, она мне нравится и летом, и зимой. И я в них верю, потому что было такое, что было. Ну, вот, там балансир, там, 5 сантиметров, застежка. Ну, там, по-моему, 2 сантиметра, и вот такую току. Ну, да, небольшая застежка, которая вам удобна, чтобы застегнуть или стегнуть. Либо это нахрустовая застежка, либо это качественная, ну, естественно, качественная застежка. Они бывают очень плохого качества. По поводу моего дальнейшего продвижения. До 3 метров, при ловле до 3 метров, я, да, я против вертлюгу. Но, вот, как в этом году окунь стоит от 5 до 6 метров, он начал заниматься, так скажем, историей еще, по-моему, с позапрошлого года. Я все-таки сдался, я ставил вертлюг, даже сейчас у меня стоит двойной вертлюг. Потому что, когда 6 метров, представляете, вы ее вытаскиваете, а леска скручивается. Потом, когда махи делаете, вот, когда ее раздразнивают, да, 10, там. Иногда бывает, что приходится, вообще стоишь, минут 5 кидаешь. И такая ситуация была. И заводил окунь ее. Вот. И потом, когда поклевка вытаскиваешь, за то, что скрученная леска, он начинает восьмерки, свободные эти, на 6 метрах. В итоге, он начинает опускать, и у вас 6 метров остается метр. И вы сидите с колбком. И все. И опять нервы, а там вот только поклевки начались, и все пропало, да. Поэтому, вот, до 3 метров я бы, если вы знаете, там будете ловить, где-нибудь, например, разнежье, там, и не будете уходить на свал, где-то там глубины небольшие. И там еще есть интерес в том, что, да, на паузе, когда вы делаете паузу, он еще начинает разворачиваться за счет скручивания лески, какие-то движения делаете, дополнительные. Опять же, при отсутствии течения. При отсутствии течения, да. Если течения есть, он не будет крутиться, он будет заворачиваться постоянно в одну сторону. Поэтому я на этом долго стоял и держался, пока окунь не стал уходить на большие глубины. И я все-таки разделил, что вертлю, и на 2 метрах можно ловить, и на 6 метрах ловить. Размер и качество? А дополнительные анимации, вот, как бы, пауза, да, считать трудно. Особенно, когда 15 секунд надо выждать, да, это тоже на нервы, рука уже хочет сама там прийти. А вам будут, ну, подожду еще, подожду, себя уговариваешь. И я нашел такой для себя выход, как просто стоишь на одном месте, вот, немножко, этот, мормышешь. Ничего не делая. Пауза, и вот начинаешь мормышить. И оказалось, что это не только нервы успокаивает и паузу выдерживает, но и провоцирует окунь на поклевку. И пытаясь понять, все-таки, что больше, пауза влияет на поклевку или влияет то, что в это время немножко троник все-таки там шевелится, да, остаточное. 50 на 50. Иногда вот это мормышешь-мормышешь, перестаешь мормышить, и идет поклевка уверенная, да. А иногда стоишь, ждешь, ничего не делаешь, да, идут поклевки. Начинаешь мормышить, поклевки выпадают. А иногда наоборот. Пауза, ничего не делаешь, поклевок нет. Начинаешь только чуть-чуть мормышть, сразу идет четко уверенная поклевка. Ну, избавиться от этого вот, чем заняться эти 15 секунд, считать там и с ума сойдет. Вот просто шевелите этот потихонечку, мормышьте этот балансир. А еще какие-то приемы есть, так что с провоцировкой, если он точно там умеется? Очень много. Очень много, да. Алексей хотел про застежки рассказать, потом вопросы можно? Мы уже, ладно, перешли. По застежкам все понятно, то есть я не ставлю вертлюг, принципиально. Не знаю почему, но либо застежка, либо нахвостовая, либо карабинка. В общем-то размер 0,0, чем меньше, тем лучше. Вот и все. Я не ставлю застежку нахвостовую, только на блесну. Потому что блесна, как бы он понятный, она вертикальная. Мы к ней придем, да. А на балансир, на моих глазах, на моих глазах, не то что застежку, а судаки в лунки уходили, окуни уходили такие крупные, щуки сходили. От того, что тройник, который на нижнем подвесе, застежка, умудряясь в какой-то момент пройти поклевка, пока ты борешься в движении, лунку подводишь и смотришь, судак с твоим тройником уходит вниз, а у тебя остается балансир. Поэтому, как бы, нахвостовая застежка, то же самое может произойти. Они, Петра, вообще не верят. Да и в мороз, комитет. Там все-таки балансир имеет рычаги, менять рычаги бывают, балансир имеет все-таки моменты какие-то, где-то что-то сошлось и все. Лучше, когда все будет нагло. Мое мнение. Есть по балансирам вопрос? Есть. Ну, вот последний. Придется, нельзя использовать. Ну, хвоста вот этого. С одной стороны, мы привыкли думать, что красный цвет для окна, но вот мое личное мнение, я все-таки считаю, что это красный хвост, он увеличивает визуально. Абсолютно согласно. Приманки, он приманки, он приманки, а хотел мне приятел, наоборот, кубок, вы сами ответили на свой вопрос. Сами я ответил. Сами задали, сами ответили. Когда хочется хранить вес от приманки, именно не увеличивая его веса, а чисто объем. Красный хвост, и все, уже был 5, стал 7. То есть, вот на примере этого балансира, если у него прозрачный хвост, то здесь мы прибавляем практически 25 миллиметров, да, без красного хвоста, у нас вот только так, малыш. Вот, то есть, нормально, пищеварка, с красным хвостом он уже вырастает значительно. Вот, по цвету именно щучий красный хвост или акуневый, лично для меня, это не имеет никакого значения. Синий он там, красный хвост, зеленый, потому что сейчас много пошло балансиров, новых марок, моделей, они крашены полностью вместе с хвостами. Некоторые даже льются уже, хвосты открываются, и они все крашены. А то, что вот увеличить визуальную приманку с тем же техническим параметром, с тем же размером, с тем же весом, вот визуальное увеличение за счет хвоста, который в прозрачном хвосте не виден, а здесь он увеличится. А технические параметры остаются те же. Вот именно для этого используется такой прием. Для уханей я не использую балансированные с красными хвостами, у меня практически все там балансированные с прозрачными хвостами. У тебя их просто нет. Просто у меня психологический момент, я... Туда позвольте еще один вопрос. Не бог, вот какой он все-таки, жесткий, металлический или резиновые соплявые? А здесь мы разойдемся, наверное... Не должен иметь паразитного колебания. Если мы говорим там про какие-то спортивные составляющие, но они здесь менее всего интересные. Он без разницы сопляет, там не сопляет. Вот это спортивные кивки, которые я пользуюсь. Он упал и все. Вот маленькие такие, да, вот они эти легкие. Упал и все. За счет этого он остается в своем положении. Нету вот этого хода, зад вперед, зад вперед. Это самое главное. А из чего он сделал? Из лески, из... Как мормышки, да? Кто-то любит щетиновые, там до сих пор кабани щетин это наши все. Ну, есть такие лиды, добавят. Кто-то лавсановые, кто-то из часовой, пожалуйста. Кто-то из часовой, кто-то бирилль, трех, там пяти, семиконусные. У кого на что лежит рука и эстетическое восприятие. Главное избежать паразитических колебаний. И чтобы он четко показывал поклевку не только вниз, но и чтобы он приподнимался при болище слабине. Ну, вот я в данный момент кивками не пользуюсь последние два года вообще. То есть это, скажем так, в балансирах, то есть в Блесне, в Питерской такая школа, то есть довольно-таки очень чуткие удочки, которые передают поклевку, даже когда в перчатке стоишь, она вот прям приподнимана трубку. Ну да, если говорить о Блесне, там есть две школы, это Питерская и Московская. Ну, это мы в Блесне сейчас перейдем. Конечно. Скажите, пожалуйста, какой лучший угол знакомый с Блесне? Они сразу поражаются. Я вас понял. Знаете, какую фишку? Я вам отвечу. Не может быть лучшего угла, потому что у каждого производителя, у своего, если мы возьмем, допустим, сейчас Рапа, у Кваса, там Чиескин, черный смерть висит, Ладу, Лаки, Джон, у каждого заложено что-то, свой потенциал. И хвосты у всех хоть разные заметили, да? И, наверное, вот это и есть балансировка, там он 5 градусов, 7 градусов, больше хвост, меньше. Вот это производитель закладывает, как в Убере, какая лопата лучше? Ну, у меня актуальный вопрос, согласны, да? Ну, вот и здесь. У каждого производителя есть свои задумки. Работает. Вы же, когда подбрасываете, чувствуете, как работает в балансе. Главное, что упор из боя, он в игре шел, он не ушел, и в штопор уходит. Если он уходит в штопор, значит, там точно с углом накосячил. Значит, там неправильно, или он сбалансирован, или он неверно, у него оперение несоответствует. Ну, это чаще всего на дешевую, более дешевую. Он или вверх вот так будет у вас уходить штопором, или наоборот будет вот так уходить. И в результате, или идет захлест за крючок, понимаете, часто бывает, да, что-то тяжело. А если что, он проваливается, он за передний и задний крючок, вы вот так вот его тычете. Если за леску цепляется, можете балансировать. Балансировать сам покажет. Убрать его и дальше сбалансировать. Есть одно лекарство, можно взять трехмиллиметровые латунные шарики и надеть на задний крючок. Наносит три поднимки чуть-чуть, попробуйте так, если же не управлять. Я разобрал в свое время вольфрамовые плитки, с вольфрамами эти, проволокой. Они у меня лежат в спиралке, я на задний крючок, или на передний, намотал. То есть, наверное, когда балансируют, больше они подавались. Но они остались. По талонам, да? Они остались. По талонам вообще есть. Я понял. Еще есть именно по балансирум? Да. Про мягкие хвосты. Мягкие хвосты. Про несимметричные. Я понял. Вот давайте так. Производитель позиционирует. Сейчас картиночка будет, чтобы все понимали, про что мы говорим. Производитель практически большинство, особенно скандинавских, а это пришло оттуда, это Финляндия, Норвегия, Швеция, этих балансиров позиционируют их не как балансиров. Он их позиционирует как мормышку. И даже сейчас наши производители, отечественные, та же фирма Питерская Ладуга, та же компания Черный Смерть, там и Герасимовский, и Рычковский, они так же позиционируют их все. Хоть и пьюст, балансируют, понятно. Но они позиционируют как мормышку эти приманки. И проводка ими немножко мягче. Там не должно быть большого хаотичного вот этого движения. Там вся задумка стоит именно в минимальных движениях и распушки, сжатия и разжатия вот этого хвоста. У нас года два-три назад Ленин Петрович очень удачно попадал с этими балансирами. Сейчас попадает. Сейчас еще пока нет, еще может падешь. Попадал. Уже. Ну ты попал. Вот. А он представитель как мормышка. Но есть балансиры у Carisma, у Рухала, у него и хвост, и вот эта мочалка, кисточка, да, и пластиковый хвост. Это уже нормальная проводка, вот. А в остальном, это более мягкая, легкая такая проводка, очень здорово раскачивает пассивного хищника. А весной, опять же, если он маленький, они бывают размером, знаете, там по 15 миллиметров, таких плоских, да, как бармыш с хвостом. Они очень хорошо провоцируют белую рыбу, которая весной начинает жировать перед ней, там, вот, прям очень хорошо провоцирует. Красноперку, подлещечка, густеру, сорожку, очень здорово вытаскивают и провоцируют. Вот именно с мягкими. Но он начинает рыбалку с них, и постоянно как-то ими рыбачить, если ловится, но смысла нет. А вот что-то поэкспериментировать, когда лукодим. Когда как раз наступают моменты, когда есть тычки, чувствуешь, что рыба та, а пушка очень хорошо действует. Причем размер окуня, ну, я вообще для себя, как мое личное мнение, вот, как сказал Алексей, 5 сантиметров, это стандарт, да. Все, что меньше 5 сантиметров балансирует, я считаю, это просто большая мармышка. И там же другая игра, и можно вести ее как мармышку. И я видел, люди ловят, и тройка рапала, да, и она там, ну, вот так он ведет, у него поклевки, все это происходит, и думаю, ну, это большая мармышка. А сапушкой я пользуюсь не самый максимальный размер, но как раз он получается вместе с сапушкой тоже те же самые 5 сантиметров. И когда балансир... 3 сантиметра тела? Да, и он тяжеленький такой. Он тяжеленький, да, тяжеленький. И когда вот балансир идет в конечную точку, да, он упирается, как бы, хвостом-то должен, немножко назад пойти, да, в это время хвост у него распухшается, там, за счет торможения получается. У него не получается, вот, как, якобы, восьмерки у него полно не получается, за счет того, что он тормозит хвостом, и у него, как бы, немножко игра другая, да. И вот этот хвост раздувается, как бы, на паузе он стоит, и вот перед носом, и очень часто, прям, аж до того, что некоторые балансиры у меня уже без хвоста поставили. В общем, подведем черту, они в коробке нужны, эти балансиры, безусловно. Там парочку, тройку надо. И поклевки злеены. Спасибо. Вот многие говорят, что такие балансиры, у них, как бы, менее амплитудная игра, их стоит использовать, например, в закоряженных местах. Ну, это мормочная проводка, да. Мормочную можно необычным балансиром, условно, то есть, вот, короткую мормочную, возьмем ту же самую делку, если там сделать где-то вот так вот, то, ну, все, до свидания. Минус, минус там, у него все-таки он уходит. Я люблю их использовать, когда из-подоль даль, уже поднял стаи или нашел стаи, вот, начинает там что-то затихать немножко, его опускаешь, ну, прям, все, отрывают. Причем поклевки начинаются такие, что, отдай все, что у тебя есть, вместе с рукой. Или же вариант, когда пассивный, вот в этом году я начинал, прям, по первой регионной ночи, окуль этот спортивный. 100 грамм, 70. 50, 25 грамм, ну, я говорю, самый крупный, что, а так, от 30 грамм, там, и шпрот, вот, ну, правда, вот он такой, весь по 25-50 грамм, ну, весь с молоком, весь с икрой, то есть, вот, местный, который там, который никогда там уж на кого не охотился особо. Вот они с удовольствием. Чуть покрупнее, он в хвост, а поменьше на трыничок. И шпрот из них вкусный. Вару. Так, продолжим. Переключаемся на блесну и побалансируем все. Тут еще вопрос был по проводкам. Покажи хотя бы несколько проводок, проводочек. Ну, значит, что касаемо... Ну, тебе удочку, вот, как раз, 70, а тут уже ладно. Если вы уже нашли все в горизонтах, все понятно, да, прием такой вот интересный, который даже для меня был открыт, и я пользовался им долго, а потом, когда была возможность посмотреть, что там происходит, я вообще, у меня до сих пор стоит перед глазами. Я такого даже не мог представить. Это, когда делаешь мах, то есть, ну, пошел, балансировал, чувствуешь, что он пошел, да, но не делаешь полный мах, который там большой, там, не какой-то, и вот он пошел, и в это время, когда он на полпути до разворота, делаешь еще один подбросок, покороче, да. Вот, когда делаешь первый подбросок, второй, вот это получается так вот. Может, даже, иногда, бывает, до трех. Не мать их. До трех раз, да, вот это. Пока вот вы... Один мой мах, Вот, если сверху мы смотрим, вот сверху, вот это вот у нас балансировал, то есть, при первом рывке, он уходит у нас в сторону, мы не даем ему развернуться, он не возвращается. Делаем второй марк, он начинает уходить куда-нибудь. Он может уйти дальше, если он чуть-чуть замет лазу, может, и влиял вправо. Таким образом, мы огромный радиус охватили на кругу. Вот он пошел туда, потом здесь он какие-то кульбиты свои делает, а если его перехватить здесь, еще третий раз делаешь. То есть, получается, не восьмерка, а прямо хаус так возвращается сюда. То есть, в стороне от этого места, он там что-то там натворил и сюда ушел, и действует. Это собирает рыбу с большого... Да, и плюс еще как-то их там заводит. Заводит здорово. Дальше приемы, это вот когда вы ловите, например, и мелкий окунь вас сильно достал, или же, когда вот поклевка была, ступеньки не помогают, да? Не уходите вы от мелкого окуня, не уходите вы от того, что у вас дошел, опять тыкнулся, и все, опять вниз, опять тыкнулся, и не хочет брать. В этом случае помогает, вот здесь подбросы сделали, пауза, ничего не взял, он резко выбрасывается на уровень глаз, да? То есть, срывать весь англ... Либо до метра ступень такую резко... Да, резко подбросили, и вот пауза, и, как правило, самый крупный окунь берет, когда вот здесь все остальные, там даже, может, 150-200 метров, маленький. Ну, вот вверх вырываешь, они не дают подойти к нему, или он, как правило, всегда стоит высоко. Все, вот... Мы говорим про Горьковское море, сейчас, не про Чебоксанку, а именно про Горьковское море. Вырываешь тот, который в котле, который вот именно там эти сержанты загоняют, то есть, у моряка, он тут стоит и это все делает. Вот вырываете вверх, или же, когда вот он внизу не хотел, не хотел, так не хотел, а когда вот поднимаешь резко вверх, идет уверенная поклевка. Как бы у него выходит из равновесия и пытается атаковать то, что от него уже убегает, а все равно вверх. Дальше второй, это когда, или третий вариант, вы нашли, вот он тычется, тычется, да. В этом году он такой вот, уже видно, столько научен тюркой, да, что он привык к тому, что ее ранит там, бьет, и как бы по инерции она должна терять там что-то, и падать вниз, и уходить, и там, плод до этого. И срабатывает вот этот прием, когда высоко поднимаешь и начинаешь его монотонно вниз уводить, иногда с паузами. Если с паузами не работает, то быстро уходит специально, чтобы он не успел доприкоснуться, и там где-то внизу, бам, и идет поклевка. То есть он воспринимает ее, что вот он тыкнул ее, и она должна бы как бы вот раненая, бегать, идет сброс. Можно попробовать резкий сброс. Можно и резкий сброс, но это как бы из категории первого, когда я говорил, что вырываешь, поднимаешь вниз. Там практически с двух метров выгнуть руки, кидаешь вниз к лунке и замираешь. Про то, что мормышет на одном месте за счет того, что паузу держать, и плюс сам тройник, который капли на тройнике, это уже понятно, да, прием. Дальше работает хорошо, особенно по крупному окуню, когда вы понимаете, что здесь только крупный окунь, и он здесь есть, это раз, три раза подбросил, и пауза. И стоишь, долго ждешь, да. Можно мормышить, можно не мормышить. Иногда срабатывает именно то, что пауза и никакого движения, вот вы стоите 10-15 секунд, нет ничего, опять подбросили, опять стоите. На третью, на четвертую не выдерживают, идет атака. И, как правило, такой окунь от 300 и выше. Вот он именно такой. Его выводят из равновесия, это монотонность, одноразовая. Ну да, если гипнотизируют монотонное движение, потом можно сбить. Ни вверх, ни вниз, ни в полку. Вы знаете, где горизонт, где он есть, и вот ему тэк-тэк-тэк-тэк. Да, и вот пауза, и вот и все выводит. Ну, на скидку, в лапу, пока я вспоминаю. В общем, после тебя, сейчас ребята завтра поют, и все, Гарксу Михайловичу. На самом деле, основные аспекты, вам всем сказали, да, можно начинать снизу, можно начинать сверху. Вот эти хаотичные движения очень здорово помогают, очень здорово. Это все известно. Но это для начала. Для начала. Какие-то там более тяжелые приемы, ну не знаю, вот Чувашская школа на одних соревнованиях мы посмотрели. Они очень интересно играют балансиром, у них рука поставлена. Они не делают рывки, они работают только кистью, там, вот не мажут. Они играют вот так вот, смотри, на уночке. Они опускают вниз, опять делают рывок, замерли. Опускают вниз. То есть, когда они опускают вниз, балансир, за счет своего хвоста, да, хвост, это точка сопротивления, нос проваливается, хвост остается вверху. То есть, уже он пошел назад. А потом резкий рывок и больший упор дальше раскачивают. Вот это вот иногда очень помогало, именно вот эти провалы. Почему? Тяжело объяснить. Скажу честно, вот именно этот прием в подводную камеру мы не рассматривали. То есть, было не до этого. Вот как он себя ведет. Но вот именно вот эта вот игра вниз, резкий вверх. То есть, игра начинается с провала вниз. Причем, когда он активный, именно этот провал, он бывает, они не сразу работают, а провал один. Вверх поднимаешь, он уже висит. Провал один, да, то есть, секунду, паузу висит. То он откликается на это. Это вот нам в году, наверное, 2008-2009, я помню, чуваши вот показывали. Вот как раз получается. Соревновались в спортивных блеснях, когда мы разрешили ловить балансиром. Они ловили только балансиром, не висит как-то никак. У них был самый крупный тогда уркан. А у них на уркан. Ну, они, скажем, у них там, да, получили... Много приемов таких довольно-таки интересных. Вот именно пришедших к нам там с Татарстана, с Чуваши, вот они балансирами играют немножко по другому. Они могут паузу не делать, они могут стоять вот так вот и качать вот целый раз. Это тоже заводит рыбу. Просто такие вот качки. Вот как раз у меня есть случай из жизни, да. Что касается, когда бац, и висит, не было поклевки ничего, значит, вы увеличили... Нужно увеличить паузу. Да, немножко попробуйте. Вы раньше времени начали выдергивать, он в это время атаковал или вдогонку вас зацепился, да. То есть, если вы подброс сделаете, а у вас уже там есть рыба, значит, надо увеличить паузу. Просто увеличить паузу. Как на воблере. То же самое подбросили, но паузу сделали больше, на одну-две секунды. И будет уже четкая поклевка. То есть, вы просто не попали немножко в его настроение, паузу, да, ну сколько надо уйти. В общем, большое договаривание. Вот того, что вот раскачивают, у меня случай из жизни, это рамешки лет пять назад, я говорю. Приехали мы в субботу, может даже в пятницу заехали. Отловились, ну, короче, килограмм 15, наверное, я навалял на сваде, да. Прямо окули такой на те времена нормальные, там 150-250. Наверное, крупнее не было. Приезжают друзья, тут пол-волга фишинга приехала, как сейчас помню. Приходим на эту точку, я где лунки, я рыбачил с двух лунок, причем буквально, как и на сваде был. На эти лунки встаю, начинаю, знаю горизонт, я уже сразу себе на горизонт встал. А, нет ничего, ничего не происходит. Я так это, ну, как так может быть? Вчера тут этот, и окунь оставался, уходили от клево. А, уверен, что он там, чувствую, вот где-то, бам, в бочину заедешь. Да, или такое ощущение, что как будто кто-то дышит на этом. А нет ничего, ничего не происходит. Я голову в другую лунку, ничего. Начинаю ломать голову, что это делать-то? А вот, ну, есть он там. И я встал, и монотонно вот присел, и начал делать эти качели. Качели. Качал минут 10. И что вы думаете? После, наверное, на 11-й минуте я этот, подброс начинаю делать, а у меня уже висит. Я его быстренько снимаю, опускаю, и начинаю делать с паузы. И все, опять же, те же 15 килограмм с этих двух лунок. На вторую лунку перехожу, куда-нибудь закончилось. Качай не пугать килограмм. Ничего. Перехожу на вторую лунку, опять же, так же, ничего. Опять минут 10, минут 10 я вот это гоняю, 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 и опять бум, началось там это, подбой. Я начал с паузами работать, и опять его завело. Он там стоял большой-большой тучей, но ему что-то нужного было толчок. В общем, такое резюме, нужно как можно больше экспериментировать. Но когда вы что-то экспериментируете, во-первых, а, вы это запоминаете, что вы делаете, б, делаете все-таки в какой-то системе. Не надо от этого хаоса, там, покачал, не пошло, там, выше поднял, там, бросил. Нет, если начали качать, качать в горизонтах, то есть, с сериями, и какая серия выстрела. Три секунды паузы, значит, три секунды паузы на каком-то промежутке времени. Я жестко держал, специально присел, чтобы вот именно держать горизонт, не уходить ни влево, ни миллиметров выше, ни миллиметров вправо. И по поводу пассивного окуня, еще работает прием, когда мы стучим, вот, блесной стучим, и стучим балансиром. Вот на камере я посмотрел, что же происходит на самом деле. Казалось, что он стучит, балансирует, там, плашмя бьется, треником. А землю поднимает муть, и все, да? Оказывается, там все происходит по-другому. Насчет того, что центриарш, что не рассмещённый, он тычется. Тройник даже не касается земли. Получается упор воды, он поворачивается и тычется вот так носом. Бьет носом, как бы, получается, кормящаяся рыбка вот такая. И не на одну точку бьет, а так он по кругу немножко, вот, как блесна, которая потом дальше будет. Потом похлёвка, и вы вытаскиваете полный, у рыбы полный, полный рот. Он бывает начинает бить пузом, там, багриться иногда, то, что его оглушить хочет. Ну, постучал-постучал, поднимаешь, чуть треваешь. Ну, тут, пожалуйста. Поднимаешь окушко. Или зацеп начинает. Самое любимое, там, модель, цвет. У всех они разные. Сейчас какие-то цвета рекламировать, я смысла не вижу. По цветам могу сказать, это классика жанра, это песчаный окуль. Сейчас вот давайте начнем с горкоскудохранилища. Вот, любого размера, вот, грубо говоря, вот такой песчаный окуль, да, это горкоскудохранилищ. Хотя и чебоксарку с другом. Никуда, естественно, нам не деться без той же классики, вот, на примере Ладоги. Для того же Ладоги, вот, тигра. Это тоже классика. Ну, и, естественно, еще одна, то есть, которая всегда начинает выстреливать, это белое, там, розовое пузико. Ну, тоже песчаный окуль, допустим, но немножко чуть-чуть потемнее, большой участок. И голубая спина. Это три основных аспекта. Какой-то каприз, можно поиграться. Я не знаю, как он реагирует, как он не реагирует, но вот даже в этом году джип, к чему сопоставляю, много задают вопрос, там, Валера, на вас одна семинар, как играет цвет. Ну, наверное, смена приманки играет. Лунка рабочая, заканчивается, кидаем другой. Вот меня часто выручал вот такой вот цвет. Вот, и в этом году в джиге оказалось довольно-таки модно, такой чернино-фиолетовый цвет, да? Вот и блансер такой чернино-фиолетовый, прям вот, он выручал. А Валер просто уматывает. Сменять цвета надо. Основные базы, вот, на усмотрение, чисто на свое, опять сказал, песчаные окуна, яркий кислотник, который нужен быть. И вот эта вот голубая тюлька, это классика. Еще черный, черный еще. Черный, да, черный спинар, но это тюлька, Петрович. Потом я тебе расскажу. Тюлька, вот, она, вот, это все классика, это безусловно. Ну, вот, наверное, ничего нового, наверное, все то же самое, да, Леша? Нет, все, все в тех же цветах. Единственное, что... Единственное, что, как бы, я на что внимание обращаю, именно, да, в этих цветах все про мне, сказал я, солидарь, сладо. Когда пасмурно, я стараюсь ставить посветлее. Когда солнечно, я стараюсь ставить потемнее, раскраска. Ну, исходя из этого, вот, так скажем, набора вот такого цветов, я беру и соответствую. Самое главное верить в балансирую. Давайте перейдем на блесну. Ее плюсы, минусы, то есть балансируем мы так нормально, подробно довольно-таки разобрали. Во-первых, сразу хочу разделить зимнюю блесну на два, скажем так, вида. Это активная блесна и пассивная блесна. Что под собой подразумевает активная блесна? Это блесна, имеющая при любом сбросе, возможно, даже при подъеме, свою активную игру. То есть, что мы имеем? Блесна, естественно, желательно, чтобы впаянный этот крючок или подвесной тройник. Он был бы тоже чем-то украшен. Кембрид, бусинка какая-то, кусочек бисера, там кусочек, может быть, некоторые сейчас подрезают съедобные резины разного цвета, может, запах как-то... Опять же актуально для окуня, да? Это актуально и для окуня, и для судака, и для берша. Но судака с бершом мы касаться не будем. Судака с бершом, когда ловят на голову приманку шерстью часто. Шерстинка красная и щуку. Не знаю, почему она открываться. Татар вот так вот использует. Ну, а, конечно, в основном тюльку они посадят. Но судака не берша. Вот. Мы пока говорим про окуна. Что такое активная блесна? Когда мы делаем рывок вверх, то есть здесь игра начинается со дна, то есть мы нашли дно блесной, постучали по нему, имитация малька. Делаем рывок вверх. В зависимости от формы блесны, она может как-то подняться вертикально вверх, так вот так вот кувыркнуться и отойти в сторону. А при сбросе дальнейшей лески, она еще больше уходит в сторону, причем уходит она в сторону неспокойной, я говорю про активную блесну. Давайте я покажу на примере этого Лешина финала. Они вон там, блесну очень. А, блесна. А, уходит она с цифрю, то есть называется правильная блесна, она должна сыпаться. То есть вот мы ее дернули, допустим, вот так вот. Да. Она ушла далеко. Сбросили леску, она опять в направлении, и когда она опускает в сторону, она делает вот такие движения. Причем движения могут быть как очень плавные, так и очень быстро и так вот сыпятся. То есть спортивные блесны, как правило, сыпятся очень часто. Это вот московские блесны, питерские, там сып происходит там, и обратно она ушла в сторону, причем значительно уходит. Она уходит в сторону дальше, чем балансирует. За счет того, что она легче, рывок плавный, и у нее форма такая загнутая. И когда она возвращается, она тоже не просто возвращается, именно активная блесна, а вот так вот покачивая боками. Она возвращается, встает на свои точки, и там есть течение, немножко вот так зависит от лески, крутится. Вот в этот момент затухания происходит поклевка. Это активная блесна. Пассивная блесна, то есть вот у нас это активная блесна, если смотреть... Чаще всего они пошире, скажем так, если смотреть радиус охвата сверху, ее работа, то есть, ну, при рабочей глубине 3-4 метра, зона ее покрытия бывает до 2,5-3 метров от радиуса. То есть мы подняли, скинули, и она пошла уходить за тобой леску. И вот она, значит, потихонечку возвращается, возвращается, возвращается в эту точку. То есть блесна покрывает большой радиус покрытия. Это активная блесна. Пассивная блесна, это, как правило, так называемые торпеды, гвозди, то есть они имеют более правильную невыгнутую прямую форму. Вот такую вот вытянутую. Крючок практически без изгиба. При рывке вверх они не отклоняются, они поднимаются вертикально абсолютно. И тычутся, ну, с отлетом, в зависимости от глубины, но не более полуметра. А в основном там 25-30 метров от точки. То есть он тычется вот так вот. И радиус самый большой, там, 2-4 метров, вот этот вот, если здесь у нас радиус может составлять 3 метра, то вот в этой блесны вот этот вот радиус покрытия, ну, составляет 50-60 сантиметров. Но несмотря на такую большую разницу, вот именно пассивная блесна, которая вроде бы, как бы, она не играет, не сыпется, не дает дополнительных вибраций, она более собирает и более провоцирует на поклевку пассивного окуня. Именно пассивного. Из практики, да. Из практики. Хотя бы, казалось бы, наоборот, нужны вибрации, звуковые колебания, далекий уход, но пассивный окунь, он как заворожный смотрит, вот на эти, поставил в тычке, в одну точку. Почему, в сравнении с балансиром, мы говорили, вот, Алексей Леонид Петрович, я подтверждал, пассивные окуни надо раскачивать одинаковыми движениями, монотонностью, 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 пускай смена горизонта, но монотонностью, и он не выдерживает. И вот здесь вот получается точно так же. Вот именно это пассивный окунь, причем с глубины метра, полтора, там, два метра, три метра в пассивный. Естественно, когда жор, мы попадаем, там, без разницы, пассивная, вся активная, там, сверху, снизу, он ест все. Но вот именно по пассивным окунь, рабочей работы, такой блесной, это блесна. Он не конится за ней, не конится за ней, потому что она будет уходить в одну сторону, ему другое, у нас только ленивый, а это он потихоньку какими-то там движениями подходит, 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 там, из стороны смотрит, смотрит, и вот эти пички у правосовки подходит. то есть, в принципе, вот две, мы эти категории, активные и пассивные блесны, мы разобрали. В чем плюсы и минусы блесны? Огрелный, ее плюс, это, можно позволить работать на более маленьких глубинах, чем балансир. Это раз. Когда хороший жор окуня, мы ставим блесну с одинарным, крючком, окуни достали, легким движением, да, кинули, достали, кинули, можно даже ставить безбородочные крючки. Это скорострельность. Это два. Ну, естественно, когда он пассивный, или когда мы там ловим мелко окуна на живца, тут, естественно, нам нужен тройник, который так же вот болтается, блесна идет, он за ней волочится, еще вот так вот дополнительно доклетает. То есть, блесна тяжелее, она быстрее возвращается на место, тройник, получается, идет за ней, как хвостик вот такой, там четкое подобие малька, у которого спасти торчит какой-то кусочек, который он успел доесть. Вот мелкие окуни просто изо рта это вышибает, вот, и пытается отнять. То, что касается крупного окуна, на Горьковском, допустим, море, да и на Чебоксарке, без разницы, с блеснами, так же с размером, чуть не стоит. То есть, начиная вот с таких блесен, там, от 40-50 миллиметров, можно переходить к колебалкам, типа Вильямс. Я в свое время делал даже хорошие, довольно-таки, блесна на окна, из отечественных русских колебалок, которые в свое время просто выкидывали, никому не нужны, там, заготовки по 30 копеек, может помнить, всякие там, уралочки, еще что-то, просто в ложку добавляя немножко свинца. И где-то там, Чебоксарка, вот в районе Хмелевки, там, Васильсурска, их не жалко, если потеряешь, это огромный плюс, там, себестоимость, эти болвашки, там, ни о чем, только тройник. Но они были очень ловисты, хорошие окна крупные, он их подъедал. Володя стоит, директор этого магазина, он помнит, один из наших поездков, замыли на гадную Чебоксарку, там, и щука врезала эти блесны, и окна, там, крупные окна, крупные садились, он не боится. То есть, по плюсам и по минусам мы поняли, что нам нужно. По размеру блесны, на окунях, хотим нормального трофейного, ну, наверное, меньше 45-50 мм смысла ставить нету. Почему? Потому что поставим 30-ку, 35-ку, во-первых, мы очень долго будем добиваться нужной глубины, раз, она намного блесна, все-таки, при том же размере, что и балансир, намного легче. Это значит, нужно, чтобы задать правильную игру блесне, нужно уменьшать леску. Уменьшаем леску, это значит, опять, долгая борьба с трофеем, мы там качели начинаем вытаскивать, поэтому умельчить 60 мм вполне он кушает, 70 мм вполне он кушает, но украшение какими-то каплями, каким-то вот бисером, это обязательно окунь именно нужно, щуке это вторично, думаю, на щуку там время оставили небольшое, да, вот перейдем. Опять же, огромный плюс ее и, возможно, экономичность, если мы имеем блесну с одним впаянным крючком, с одним, то есть, в 99% мы ее от объема откоряли, что практически сбалансируем, это сделать очень трудно, то есть, вот коряжник есть, можно кинуть блесну, даже, ну, кидать посильнее с дальним уходом, один крючок, у нас отцеп просто находит на самой эту узкую блесну, пробивает, бьет по крючку, сбивает, это тоже все-таки такое немаловажное преимущество, вот, ну и, как основное количество, хотя сейчас, опять же, скажем так, да и отечественные, но началось все с скандинавов, они стали покрывать блесны эмалью, они стали зеленые, желтые, красные, синие, раньше они все были там три вида, серебро, латунь и медь, да, или там биметалл, коронки с двух сторон, вот, она более, скажем так, наглядно походит на малька, если брать Горьковское море на ту же тюльку, и именно вот этот цепь, опять же, мы возьмем сейчас небольшую паузу и вернемся к балансиру, то, что говорил Леонид Петрович, когда вот он подбил, мальку, настолько зажрался, биомасса тюльки на Горьковском дохранилище настолько сейчас огромное, да и уже не только на Горьковском тюльке вниз уже ушла, там до Хмелевки дошла ее много, что кто-то ее подбивает, а кто-то настолько ленивый из-за куней, уже может быть поумнейше стоит и подбирает, вот, ну, скажем, подбитую тюльку, не заглотил он ее, придавил, и она вот так вот колышется, и блесна делает абсолютно такие вот эти сыпающие движения, то есть имитация тюльки практически 100%. Вот бывает случаи, когда балансируем, молчат, блесна выиграл, бывает наоборот, но реже, вот, но это по-крупному хищнику, по-крупному хищнику, то есть блесной, минус ее в том, то, что она собирает очень много мелочи вокруг себя, она все-таки более миниатюрна, крючки более маленькие и собирает более, большое количество мелкого хищника, который ее смелее атакует, но здесь, возможно, может стоит увеличить размер самой блесны, то, что касаемо игры, блесной, она очень чем-то похожа с балансиром, ну, основы, но шаг, паузы, жесткость руки, немножко по-другому, жесткость руки должна быть намного больше, давайте, вот сейчас Алексей прям дайте из баллона ящика, он сейчас покажет, расскажет, на них потом добавит. Именно по блесне, по проводке мы будем слабоить. Иначе, да, чем с балансиром? В блесна? Иначе пауза. Рывки, давай в порядку. Ты сам дерг такой же? Нет. Короче, начинающим, начинающим рыбалому все-таки, кто начинает, я бы не рекомендовал все-таки блесну, начинать все-таки с блесны, потому что блесна более требовательна к проводке. И надо понимать, что она делает. Какая-то блесна нужен широкий мак, долгое опускание, то есть сброс более долго, какая-то короткая, то есть это, ну, вот эти сами же гвозди пламеры. Вот, блесна гораздо требовательнее к проводке. Я бы порекомендовал, может, там, это было бы там сумасшествием или нет, прийти в сауну, то же самое, взять там в бассейн, окнуть, и, да, это часто был, когда там вместе ходили, кто-то сидит в парилке, а кто-то сидит над бассейном, да, и макает блесны, и понимается, ну, как бы, да, ну, понять игру в блесны надо до того момента, нежели, прежде чем ты придешь на водоем, потому что можно махать, а от этих мах просто играть не будет. Что касается, ну, это касается, наверное, более мелких блесен, да, и вот эта спортивная составляющая. Допустим, все-таки спортивную, там, ну, садились, тоже, все-таки, фиксация, да, вот мы начинаем от 1, лучше фиксировать еще дополнительно ногой, то есть пор жесткий, колено, пор жесткий, это, опять же, две разные блесны, планером можно работать по-другому, помягче, помягче, вот, но смысл в том, что постоянная фиксация, вот вы выбрали, там, взяли снег, очистили, выбрали, можно поставить ногу вот так вот, и начинаете с одинаковым маком, там может быть 2 сантиметра в блесне, именно в маленькой блесне, то есть потихоньку, вот с этим шагом начинаете ее поднимать, надо понимать, от блесны многое зависит, то есть какой именно мак делать, я не скажу, но он должен быть однозначно меньше, чем он балансирует, это надо понять, но тем не менее, мы начинаем с ноги, всегда мы не играем, ну практически, если мы у дна играем, то да, там лучше все время горизонт поднимать, 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 дальше мы фиксацию идем на руку, можно сделать отсюда сброс сюда, вот назад, можно назад пойти, но вот эти вот фиксации должна быть гораздо более четко, жесткий, четкий, если кому-то неудобно так, можно вытащить вперед ногу, то есть начинать играть отсюда, и вот так надо все подтягивать, но здесь гораздо важнее, чем балансирует, балансирует, он более друкоустойчивый, как я это называю, им можно там допускать какие-то, капиншал есть небольшая, глубины и вес все-таки у него, те же самые там, подмормышные, но блеснеет тоже, кстати, играет, особенно говоря, там о том же самом спортивном, да, окунь, когда там, ты идешь, бьешь ее около дна, и она тыкнется, но фиксация должна быть гораздо жестче, то есть мы не играем, либо с ноги, часто там приходишь, потом вот это вот место, там синяк, да, то есть разные блесна, некоторые блесна надо вот так делать. В базарах можно было часто услышать вот такие вот, вот себя спортсмены, колочат окунь, можно так послушать, послушать, и паузу, на какой-то да, можно посчитать по секунду, вот три секунды пауз, три секунды паузы, на блесне, давай я сейчас закончу, на блесне пауза, Она меньше, чем на балансире Потому что балансир делает вот эту восьмерку Мы ждем, когда он закончится Ну, так называемую восьмерку, да, вот разворот Закончится и покачается Блесна же, она же только уходит в сторону Возвращается, пускай помедленнее И все, и она зависает, вот немножко покручивается То есть здесь пауза короче Да, бывают моменты, когда мы оставляем блесну просто повисеть Если с тройником И начинаем вот такими мелкими рывочками поднимать, как мормышкой Ну, в основном это касается вот тройничка То тройничок болтается, вот он прям с ума сходит Ну, это практически как мормышка получается Малек что-то с одной поднял, вот отводит Так вот, почему делается очень более резкий рывок Вот она вот так вот изогнута Вот на зрении, наверное, видите, немножко, да? Есть плоские, но плоские абсолютно прямые Это вот как раз торпеды и гвозди А это немножко шпала, так скажем, лыжа, шпала изогнутая Когда мы ее резко рвем вверх Она не просто поднимается Она за счет своего сгиба уходит в сторону Когда мы делаем резкий сброс То есть она уже ушла Она переворачивается и уходит еще дальше То есть я рисовал Зону покрытия она нарисовывает очень значительно То есть мы вот посидели с этой блесной Там 5-10 минут, что-то постучали Нет смысла Ну, ок, он себя проявил, он клюет Если поклевки прихватились, да, погуляли по горизонтам Нет смысла перебуриваться там в метре, в двух Можно смело на 5 метров уходить дальше Потому что здесь радиус 2,5 метра Здесь радиус 2,5 метра Мы собираем большую, такую довольно-таки акваторию И плюс ее шумность Вот за счет вот этих подпереливающих движений Как есть у вертушки, у колебла Это довольно-таки интересный шум под водой Окунь очень хорошо бы того или не чувствовать Вот Он обычно намного шумнее балансира То есть здесь количество лунок на одном месте может быть меньше Но если мы не говорим про коряжник, естественно И про окуня в живущих корягах Вот Как играть по горизонтам? Ну, в принципе, так же, как и с балансиром Абсолютно точно так же Только еще вот раз хочу повторить Что вот эти промежутки, когда мы играем Или от ноги, или стоя Сейчас мы возвращаемся к питерской школе От ноги это в основном пришло к нам с Москвы Носквичи принесли вот это умение играть То есть им проще А питерская школа, они работают стоя У них у всех бескивковые удочки Как скрипачи, дирижеры Кто там, я не знаю Должно быть расточено Движение должно быть И вот все вот эти шаги Все вот эти шаги То есть вот он кинул Кинул Паузы нету Кинул, приподнял Вот этот приподнятый шаг С каждым увеличением амплитуды Он абсолютно один Там, я не знаю Можно с ним рулетку поставить Он задает там 30 сантиметров Вот он 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 До уровня Там дошел, там 2,10 пускай Ну сколько вытянуто, пускай 2 метра Или он скинул вниз В зависимости от уровня Или он намотал леску И пошел гулять дальше Вот на глистной это оказывает более важный спектр Именно четкость Поэтому она и сложнее Но во многих моментах Она действительно бывает уловистей С ней быстрее работать Быстрее работать Именно при активном клеве То есть мы меняем Проще рыбу вытаскивать Она встает при поклевке Да, тоже немаловажный фактор Встает при поклевке Вот висит окон вертикально вниз Если мы балансируем У нас часто, знаете, бывают Тащишь особенно хорошего грибача, да, Петрович Он балансирует может там носовым Хрустовым зацепиться Потому что вот когда идет жор Некоторые тройник снимают А я знаю людей Они с носа обкусывают Как правило нос почему-то висит С носа обкусывают У балансира крышки Это не сломанные балансиры Это у мышных обкусывают Чтоб не цеплялись При хорошем жоре За лунку Вот с блесной Эти ошибки Они как-то прощаются Мы можем спокойно Любого окуня Любого размера Ну, если лунка позволяет Вытащить Не касаясь дна Но Она более капризна в проводке Блесна, раз Блесна за счет своего меньшего веса Требует более тонких лесок И более тонко настроенного Тивка из самой удочки Вот это немаловажный фактор Это нужно понимать Сейчас Леонид Петрович Добавит нам Более жесткие правила По блесне Такие Уже от сепорта Ближе к людям Пока рассказывал Алексей Я вспомнил Свою Давнюю-давнюю историю Почему-то сразу Сразу всплыла картина Готовились На рыбалку Практически перволедие Здесь Боровское озеро Которое Весное Как карьерного типа Я в ванную набрал Сижу в ванной Приобрел как раз Взяток новых блесен Начал их там проверять Как они работают Одна на меня провела Вообще Я аж Все Я ее первой Приезжаем Первая лунка Я ее сразу Перевязываю Опускаю подброс Хопс Поклевка щуки Нету блесну Все Ну а что касается Блесну Которую я использую Первое когда я использую Всегда по перволетию Признаю ее сразу Нахожу Как правило Это всегда мелкие окна Потому что Стоит всегда Очень малая речка Нахожу С помощью балансира Где идут эти тычки И здесь же сразу Вторая причина Когда я использую Блесну Это когда Балансир Для этого окуня Или слишком Активен Или слишком Крупноват Крупноват Или когда у меня цель Вот я Заготовкой шпрот занимаюсь Первый мой выезд Я заготавливаю шпроты Это окунь Я уже говорил 25 грамм Максимум 50 И вот находишь горизонт Ставишь блесну И скоро стреляешь Один раз Местные там И другие мужики Рыбаки Подошли Начали обуривать Не поймут Я на 5 метров В пол воды Нашел Вот я сел Удар окунь Я сел И выкидываю И выкидываю Вот я За 2 часа 120 хвостов Скоростей Снял Выбросил Я в горный угол Брать Петрович Максимальный Максимальный результат Общий вес Оказался Кило 300 Максимальный результат Блесны на Горическом море На моей практике С одной лунки 218 окунь Ну это раздача Ну не крупный Ну тогда он был меньше Тогда средний размер окуня Был 70 грамм 120 Даже может быть Чуть поменьше Если в пересчете Пересчете Так используя Конечно обязательно Тройник Тот же самой категории Естественно под размер Блесны Чтобы он ее там Перевешивал И не менял Игры Обязательно тройник Обязательно с каплей И как правило Когда на балансер Поклевки Начинаются Как бы Вяло Или начинают Тихать И вообще начинают Терять интерес Очень часто Не всегда Не 100% На гарантии Но 50% Точно гарантировано Что опускаешь Блесну И получаешь Дальше Поклевки Причем иногда Бывает Что начинает Клевать Окунь Гораза Купни Того Который был Как бы Стандартный До этого Особенно Которая Блесна Сыпется Тюрка Тюрка Которая Раненая Отбита А в остальном Как бы Все уже Рассказано А еще В коряжнике Все таки Когда жалко Балансер Засадить Блесна Подцепом Глаза Отбивается И просто Есть Те Которые Не уходят Далеко А именно Глазди Тоже В коряжнике Когда Вокруг Две Три Коряги Ты По центру Оттуда Балансер Никак Ничего Не Выручает Ну Давайте Перейдем К Цыганам Сейчас Поблем Есть Какие Вопросы Может Кто Что Подцеп Подцеп От 80 До 120 Грамм Да нет Смысла Нет Я не пользуюсь Оцепом Никогда Даже Балансер Вот Есть Там Воблер Некоторые Кольцы Цепочками Там Такой Шум Подладой Собирается И Если Он Цепляется Почкой После Вытаскиваешь Балансер Как Правильно Там Или Хвост Или Вот Это Мой Что Ты Удаст Что Проблизительно Мед Цилиндрическим Балансер У меня в отличие от этого я вот эту мягкую проволоку Ну крупный да Вот эту мягкую проволоку я меняю на стальную спицу Которыми вяжут где-то миллиметра два толщиной Потому что если тут немножко амортизируют там прям жесткий удар таки Ну просверливаю дым и спицу и запаиваю Или трот нержавейку или двухметров Вот я говорю То есть и спицу или нержавейку Столистую проволоку где-то да Вот именно Ну я спицы вот вязальные там остались где-то там валяются у меня Я специально для этого покупал Полтора там может 1,8 мм вот так в проволоку Вот такими отцепами Отбиваются Балансер хуже блесну Вот ну я говорю 99% Соблесна отбиваются Если она там через двойную такую ветку не зашла Куда балансер не может Отцеп не может постучаться Тогда отбиваются В этом году я не потерял ни одного балансера Хотя в 99% Нет, кроме последней рыбалки было в коряге Ну там это 5-6 сантиметров балансера Когда я начинал ловлю на балансер Я иногда до слез доходила Когда все время начинаешь со дна и пытаешься по дну Когда я начал работать сверху вниз Я даже бывал такой, что за пол зимы Я одного балансера пока там по какой-то глупости Ты наверное не начал работать сверху вниз Из-за скрупости балансерной У меня была паническая боязнь вот именно у дна работать Потому что сразу приманка А второе, кстати был разговор про плетенку, про леску Флюрокарбон Когда он появился, я решил, что сейчас я удивлю всех окуней И после того, как первый раз засадил Отбиваю Отбивается на флюрике балансер от лески Блеск перерубается Перерубается Я когда раз, два, на пятом, когда я уже оторвал пятый балансер Я взял просто все, что был флюрик Это такие деньги бешеные куклы Смотал до старой лески Выбросил и все, пошло нормально У меня флюрик намотан на балансернике На балансерной флюрочке Ты в этом году еще попробовал? Нет С прошлого года у меня флюрик Качественник Не засаживал Фирму назвать не будем Ну, хорошо Ну что, давайте за особенность К цикадам перейдем, давайте Цикада Универсальная приманка, которую ловят как зимой, так и летом Ловят активного хищника, пассивного хищника Зимой она применяется почему-то у нас реже Но это бывает огромный панацеи в бесклеве И огромный плюс этой приманки Это ловля в закоряжных местах Кажется, что у цикады нету своей игры Потому что находят вверх-вниз практически без горизонтальных Отклонений, вертикальных Но вот эти вертикальные отклонения, особенно при подтяжках вверх За счет вот этого верхнего лепестка И более массовым утяжелителем с грузом Каким-то обычно это свинец, но бывает у другого металла тела Она вот так вот очень активно колеблется Вот в этом, когда ее тянешь И прям есть ощущение Удочки так Ужание идет Пауза Ужание Очень незаменимая приманка при ловле в коряжниках Причем на любого практически хищника Будь то щука, будь то судак, будь то окунь, будь то берш За счет того, что цикады не нужны Вот эти горизонтальные колебания, только вертикальные Мы подбираем вес Ей очень можно хорошо пользоваться на течении То есть она все время стоит лобом к течению Ее отдувает И даже когда ее отдувает, она вот за счет этого колеблется То есть для течения, для коряг Это приманка такая, ну в некоторых моментах номер один Крючки, как мы видим у цикады В основном стоят двойники Причем, как мы видим, они загнуты внутрь приманки То есть опять же большой плюс Если при малейшем даже каком-то У нее бывает, когда немножко сбрасываешь Движение вперед, крючки поднимаются За корягиной цепляется минимально Были неоднократно случаи в практике Когда были в очень шикарных, красивых таких местах С ломовым коряжником Когда один балансир, два балансира, пять балансиров И уже в одном месте начинается что-то чесаться Кошелек начинает так это утончаться Глава считает И вот на этот момент приходила помощь не на цикады Сейчас мы вот еще раз Леонид Петрович попросим Он вспомнит некоторые моменты с той же Уделки, с других эпизодов, которые были в реале Именно по работе с цикадой И так же как работают цикады А я потом немножко добавлю с Алексеем То есть вклюнемся в трюч Что касается цикад Значит я к ним как пришел Естественно Рифронер, классика цикада Само это принадлежит им название Блесны Они первые появились на пляже Еще надо заметить Одни из первых И желание как раз вот осенью Оконя котлового половить Я пробовал все И вот цикада появилась у меня в руках Первая возможность Призделало на меня впечатление Когда я делаю что там Определенную проводку Мы сейчас не проводить на рыбалку Но факт такой что Вот поклевки начались По несколько подбоев Но как бы садился всегда Самый крупный Который находился рядом То есть такая калибровка такая жесткая Интересуются все Другими приманками мы имеем ввиду Меняли бы Интересуются все На резину там естественно Джик там Гирлянда там Чупа-чуп Вабики там все что-то Блесна И вот цикада она именно И на спиннинг И когда зимой Чувствуешь ее Просто там можно менять тональность Там как правило У нормальных цикад До четырех отверстий Если повесил на первую Будет более тонкий Дальше более глухой звук То есть более мощный И так далее И так далее И поэтому когда Попробовал первый раз На зимних условиях То я сразу же поймал Разные отверстия Сразу поймал Фактически трофейного окуня То есть это Во-первых Не настолько он избалован Данными приманками Что-то новое для него Плюс мелочь наверняка боится Вот эта активная игра Бывает такое А ему это уже интересно Что касается формы То вот классическая форма Она все-таки по моему пониманию Больше подходит Вот эта цикада Она побольше подходит Для такой ступенчатой проводки И крючки вот эти Сделаны специально Чтобы вот он когда падает Поднимаешь Они не цеплялись Поэтому я на зимнюю Сразу скажу вперед Я двойники снимаю И на них Вешаю тройники То есть ступенчатой проводки Сейчас подразумевал Все-таки летнюю Да Летнюю Да Я просто говорю Она работает и так Но вот Безусловно Она лучше работает И вот появились Когда приманки Это из категории Strike Pro Они вот здесь Имеются Тортрифлогер Там вот Где Вот она лежит Вот на этом Моя приманка И капли есть Стройник Да С каплей Вот Это вот Strike Pro Он уже больше Похож на балансир Но опять же Остается вот этот Принцип Цикарное крыло Которое Верху над грузом Которое именно Создает эти колебания Да Вот она тоже Рассетка Вот Он уже Как бы работает Именно при вертикальной Составляющей И Что интересно Когда он В фазе Спокойствия Да Покой Он балансир Только не такой объемный Что слева смотришь Что справа смотришь Это балансир Практически то же самое Чуть пошире И поэтому Когда я тройник Повесил на хвостовой С каплей Стала ловиться В том числе и мелочь Ну Потом понимаешь Что грамм Тоже не пугались Вот они там Вот грамм 200 Да например А Крупный окунь До этого брал Ну Мелочь Как бы только Тычки И все Да Если нет Если иметь терпение И чисто идти на трофейного окуня То да Оставляйте Без Каких-то там Дополнительных капель О чисто работе С цикадой Двойники Можно даже не снимать И Преимущество двойника Еще Немножко в том Что Цикада Сам по себе Когда сбрасываешь Она Начинает Забрасывать на леску Все что у нее есть Да Поэтому есть смысл Вот здесь Кебрик Какие-то ставить Чтобы она не уходила Да Или двойник Ограничивать Как бы само движение Потому что Мы по дну не касаемся И как бы Вот этот Цикада Как бы изначально Придумали то Чтобы по дну Не зацеплялось Ни за что А проходило В данном случае В зимнем варианте Вот как я тройники повесил Она Нормально С тройниками Работает Что касается Применения Влад уже все рассказал Да Она падает Вертикально вниз В итоге Конечно Физин напоминает Балансир Окунь идет Атакует Щука И судак Все воспринимает Причем издалека Этот шумит Кто же ими вытягивает Искоряк Привлекает По технике проводки Горизонты Так же как и на балансир Есть смысл проверять Вот однажды Нам в Маринке Как Влад Сказал Куст Который дерево Крон Она оказалась Под водой Где-то на 6 метрах В пол воды На 3 Я начал на балансир Ее не было видно Обычно видно пеньки Или что-то такое И набалансируем У меня поклевка Потом следующий взмах И я понял Что я намотал на ветку Опускаю туда же цикаду В пол воды Начинаю с ней работать Начинаются поклевки И окунь Там десятка Наверное Полтора-два Я там снимаю На эту Ту же самую Хотя на балансир Не было возможности А здесь же В этих же ветках На цикаду Рыба отзывалась Очень даже Ей нравилось Она кушала Ну и промах Вдавало пройти Пробить именно коряжник Вниз Потому что все-таки Меньше горизонтальной игры И промах Скажи И что касается проводки Здесь плавность Обычно как начинает Встаешь там От 1 Ну и сверху Можно начинать Если в корягах Если коряги То все-таки Подразумевает Что-то снизу Да Потому что Найти ее Нащупать Эту корягу И Когда засадил Уже Понятно И пошел Подъем до уровня глаз Когда поднимаете Она вибрирует Вы же сами поймете Быстрее, медленнее Поднимаешь Поднимаешь Сбрасываешь Свободную Она как блесная Аппарат напускается Упал Вот так Делаете Сколько там Взмахов 10-12 Чтобы привлечь И кого-то оттуда Вытащить Это максимально Как бы она Может быть 5-6 Уже достаточно Половина Если можно Желание есть Можно и больше Пауза И вот это время Происходят поклевки Бывают поклевки Когда выводишь вверх Медленно идешь 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 Вот кстати Тогда В Морейке Очень было плохо Слебать На тюльку ничего Там Я пошел Подхожу на коряжках Сидят Коряги зацепили Везде Ничего Я у всех на глазах Опускаю туда цикаду Другая немножко была Делаю Раз, два, три взмаха На четвертой Начинаю поднимать И у меня на полпути Иди сюда Окунь За 900 грамм Было такое Где-то фотография была Не попала сюда Не будет Фотографировать И все На меня смотрят Сидели там Четыре рыбака Я тут Коряжник Это здорово И попал Сразу А он Не нужна Нет А мы их засадили Я сразу Снимаю Окуня Буквально Вот Подняли Вниз Поплевок нет Да Дальше Начинаем Его поднимать Ну он Здесь сантиметров 15-20 Как бы заводится В зависимости тоже От активности Цикада Разных бывает Поднимаете Но поднимаете Так Чтобы вот как Работает Нет Такого Резкого Какого-то Чтобы он Работал Вы чувствуете По типу Ротушки Вы не промахнетесь Даже если Не знаю На деревяшке Пытается поднимать Там вибрация идет И Делаете Вот эту остановку Опять Опять остановку Опять остановку Прокровки могут Продойти в любой стадии Дальше Если здесь Не произошло Опять Раза три Подняли В одну точку Подождали Поклевки Вот если Тройники Обычно Происходят Нет поклевок Идете дальше Опять Ну уже Тоже Завели И сброс вниз Вот за этом Нужно аккуратно Как бы даже Чтобы потому Что не было захлестов Надо прочувствовать С какой резкость С какой скорость Это все делать Опускаете до низа И как правило Внизу Там щука Судак Окунь Они встречают Если они взяли здесь Они там обязательно Возьмут Тут Или Когда уже известен Горизонт Когда Например Нагорское водохранилище Уже когда Надоело Вот этот Ловить Хочется посмотреть Есть там сержанты Или нет Я на этот уровень Который уже у меня есть Балансира Снимаю Вешиваю цикаду На этот же Как был Балансир Работал Начинаю Вот эти делать Сверху вниз Опускаю Опускаю Доходишь И тут Если там есть Хороший окунь То он Первый В первую очереди Или же будет продолжать Клевать Такого же Разного Не знаю Может быть Уже все Ну Единственное Давайте сейчас Наглядно покажем На любой удочке Мы должны понимать Что цикада Все таки Она Я лично Препомендовал Тоже хотя бы Одну-две И меньше Но проводка Должна Вот не вот эти Вот махи Как там Влесна Она вас просто Сразу Идет вся Игра И привлечение Рыбы На плавном подъеме Плавность подъема Она может меняться Зависит от модели Это ваша рука Ваша кисть Почувствует Как Никакая потряска Из этих Четверых То есть Подняли Остановили Подняли Остановили Или можете Просто подняли Остановили Паузу То есть Весь завод Идет Именно на подъеме На сбросе Братцы Меньше Груз тяжелый Снизу Лепесток Мягкий Он падает Но колебаний Меньше Вот При работе На течение Наши Скажем так Казанские Татарские 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 Коллеги Они очень часто Используют И За том году Не будем Смотреть На наш Нижегородский Форум А вот Смотреть На их Форум Местные Судачатники Бершатники Очень часто Используют Цикады Приловли Судака И Берша Это вот С их слов Я очень часто Общался В этом году Мы были У меня Гостя Кто Так Общались Именно Цикады Без Подсадки Даже Тюльки На их Мнение Нужно Правильно Провоцирует Поклевку Более Крупного Судака И Берша Без Подсадки Тюльки Если на Тюльку Мы Видали Отчетно Допустим Наш Провоцирует Без Подсадки Тюльки Поклевку Крупного Хищника Единственное Есть Небольшая У них Фишечка Они В обязательном Порядке Не на Все А на Нижний Двойник Или меняют На более Мощный Тройник Оставляют Один Только один По центру Подвязывают Красную Шерстинку Почему красную Понять не могу Но опытные Мастера Говорят Что именно Красная Шерстинка Потому что Она Прямо Бесподобно Провоцирует Цикады Используют Разных Размеров То есть До 20 грамм Даже Такие Крупные Им это Очень нравится У нас Пока Это еще Не очень Скажем так Обыгранное Использованное Мы как-то По старинке Там Тюлька По ставушке Но В районе Камского устья Мастера Более Продвинутые Они Очень Ну Вот Мы Эту Тему Потом Оставим Но Мы Немножко Нашим Либо Адаптируем Цикады У них Приманка Номер Один Именно Без Тюльки Именно У охотников За крупными Трофеями Тимин Цикады Так же Как В Ульяновской Где-то Области Ратлины И Всякие Виго Можно Сейчас Много Говорить О других Насадках Да Я Знаю Что Такое Это Блеснал Который Дырка Горизонтальная Ответственность Она лежит боком У нее совершенно Другие колебания Так называемый Благоплав Потому что Она лежит боком У нас Она Непопулярна Огромного Опыта рыбалок Лично у меня Нету Потому что Я не могу Судить Возможно Мы Более Консервативны В своих Подвижках И нужно Больше Делать Таких-то Движений Влево И вправо Все-таки Ориентируем На судака Да В основном Да В основном На бершана Судака Они ориентируют Они довольно-таки Тяжелые Ловят На довольно-таки Больших Таких Ну как Тяжелые В относительном Понимании Ловят На больших Глубинах Они все-таки В первую очередь Ставят За хищника Судака И Хорошего Берша Окунь Для них Вторичен Вот А у нас Хорошая Сейчас Полигонная База Если кому Есть возможность То не ленится Именно попробовать Автрофейный Мокунь Это конечно Наша Чебоксарка Это даже Она Даст огромную фору Горьковскому морю То есть Более Обширная простора Более вдумчивая Коряжники Течение Да Крымовая база Другая Плюс наличие Того же судака Хорошего Берша И щуки То есть Кто отслеживал По форме Там фотографии Виталия Скидывали Да Окунь Чеблова 800 Или Там Наши Чебоксарские Коллеги Приезжают Хмелевку Рыбач То есть Очень Хорошая база Такая Для начальных Но опять же Нужно знать Рельеф Очень много Зависит От рельефа Тем более На проточных Подаемах Это привязка К рельефу К какой-то Кормовой базе Вот то что касаемо Именно Судака Берша Крупного Трофейного Окунника То Той же щит Вот Цикады Есть какие-то вопросы Преимущества Если Паралета Говорит То что Пилологический Джиг Цикады Это что-то Как раз Когда Окунь Котлит Не вверху Когда Чаю А когда В толще воды Котлит Создает И как Его достать Оттуда Цикады Это что-то Да и по жереху Ребята Вот он бьет На перекат Да смешно Для себя Просто Интересно Бросаешь Туда Вверх Проводил Удивищный Душку Тут же Закрел Натяг Удивищный Держит Чуть Чуть Начинает Заводиться Ты вообще Ни на пол Оборота Не делаешь Ты просто Довольствие До этого Он бьет Вот даже Просто Такой Набалансировано Щука Будет Включать В себя Все То есть Сразу Мы должны Понимать Что щука Это у нас Не горьков Водохранилище Это Наши Озера У нас осталось Ну как раз Нам файд На щуку Это озера Это заливы Рек Это Старицы Это Водохранилище Какие-то Ну исключая Горьковское Хотя не знаю Почему По последним Двум годам Что-то щуки В горе-море Развелось Мама не горю Она очень богат Очень много На окульевыжиматель Начинает С таких мест Обитаний На 8 и 12 метрах Стоит Итак Щука Вот задавали вопрос Зачем мы ставим поводок Если мы идем На рыбалку За щуки То поводок Как бы Все-таки Желатель А я для себя Думаю Что он все-таки Обязательный Хотя бывает Очень много моментов Вот Развешенская щука Вот на ту же Черную смерть Поймана Тогда она берет Очень аккуратно И мы видим То что Крупные Довольно-таки Экземпляры Берут почему-то Вот за такие Крымнички Вот Это самое минимальное В основном Я даже ставлю Когда я идут За щуку Но больше Очень аккуратно Очень нет Поклевка злее Чем укунь Такая Щелк Трянич Чувствующая Многие фотографии Вот именно Что ее провоцирует На это Я понять не могу Да Бывают моменты Когда она зажевывает Балансир полностью Но 50 на 50 А может даже В большинстве случаев То есть Я опять же Свою опыту Не принадлежу на что-то И именно Про балансир А не про блесну Блесну нах Намного Активнее И глубже А балансир Она берет Почему-то Очень аккуратно Причем Берет когда рядом Стоять много жерлицев Приехали мы там Жерлицы выставили Большие поляны Такие Вот Она никак не реагирует Активно Там карась Гальян Там окунь Местный Сорожки Что мы предлагаем Ну что начинают Любить делать Так Ну кто-то Кто-то начинает Отмечать праздник Первого льда Кто-то берет Боры И начинает Вот В моментах Бывает Что жерлицы Промолчали Целый день А обходясь С какой-то С периодичностью Сверлял лунки Вот Гуляя по этим лункам Щуки можно поймать Больше чем поймать На жерлице Понятно что Поемка щуки Это опять же Привязка к рельефу Это нужно понимать Что Должны быть Свалы Должно быть Нормальное Кислородное Насыщение водой То есть Она так же Не любит Замурных озер Просто Это Однозначно Что Почему Здесь Тяжелее Нарочные руки Нам тяжелее Поймать Просит бороться С течением Опустить приманку Да То есть Мы все-таки Должны Реально Представлять Поэтому Мы убираем Более спокойные водоемы Вот Моментов Когда я Целенаправленно Лично ходил Ловить щуку На балансир Их можно Почитать по пальцам руки Но они такие были Началось Это с одного Случа Когда мы приехали В разниже Ловить жерлицами Стали выставлять жерлица И пока Ловили живца Я поставил балансир Поклевка Срез Чувствую щука Четкий срез Подтяжка Хорошая В эту жерлицу Я не спеша Ну было что Думаю Сейчас жерлица Мы удачно поставили Поставил На всякий случай Поводок Они знают Что меня подтолкнуло Не хотел Опускаю В этой жерлице Прямо на втором ударе Четкий подбой Утаскиваю Крещу Напарный кубагор Нормальная жаба Еще через 5 минут С этой жерлицей Вторая И уже у меня нету ощущения Что я пришел Ловить окунь Я забыл про жерлице Я отошел Буквально метров Ну немного Три-четыре в сторону Это одно из старых Озер в Разнежье Примерно Акваторию И структуру дна Мы знали Так по бровке Так по кругу шли Бывшее озеро Оно сейчас Залятое под водой Когда Разнежье Значит разлилось Вот И улов был Такой очень солидный На жерлице Я по-моему 5 жерлиц Всего тогда выставил Там было 2 флага Но у меня было не до них Вот у меня друзья Все потом переключились Мы в этот день ходили Ловили щуку Именно на балансе Вот с этого началось Какое-то Понимание Осознание То что ну Щуку можно ловить Хотя мы естественно Все читали Там все подкованные И там журналы И статьи Когда мы в интернете не было Вот Потом в разговорах Со многими рыбаками Нижегородскими Не только Вот у нас есть Такие замечательные люди Там Саша Сухов Валеров именных Отец у него Чего стоит Это старый такой рыбак Безусловно Там очень опытный Мудр Он в этих краях В том же Разнесе в Каменке Он очень часто И целенаправленно Приезжал за крупным щукой Судаком Именно Не сбалансирован Только а с блесной Причем блесну Практически летний Калибал Что-то типа Вильямса Да Вот У него тоже такая фишка Защуками Обязательно Прямо не заморачивайся От шарфа Там от своего Махера Вот там Дергивает красный Шерстинку Подвяз Влад Веришь Бил тогда еще Вот он Две блесны Обычных Старинных Русских Классических Блесны Там я не знаю Типа Байкала Какого-то Такого Довольно-то Широкие Они такие Байкал вертушками Тяжел Аторная Шторм Шторм Да Черноспинка Вот такие Я впутал Довольно-таки Широкие Такие Вильямс Вильямс Цены Там Несопоставим И да Вот с этими Болвашками Вот И то Что Вот он Тоже Наставил То Что Почему-то Мне нравится Именно В блеснении Балансир Медный Цвет У него Была Медный Цвет Она очень Уважает Я люблю Он Не ходил Как мы Далеко Приезжали Убегали Ночью Многие Молодые Поскакали Он сидел Там Где-то В одном месте Недал То есть Дамба У него Была Хорошая Щука Хорошие Судаки То есть Он Знал Что Она Придет Кормиться То есть Унала У него Алексей У меня Такой Огромной Практики Что Приехали Щуку Сейчас Мы Поймаем Набалансир Наблес Естественно Нет Но То Что Ее Нужно Ловить И Ловить Надо Пробовать Это В обязательном Порядке Тем более Когда мы Едем В таких Местах Безусловно Не надо Просто Так Сидеть В Вожаромке Если Допустим Мы Приехали За Хищником С Поверхности Льда Вот Мы Нужна Работа Главнее Не нужны Хаотичные Вот эти Реские Кажем По мягче Все это Делать Мягче Паузы Намного Больше То есть Поднял Опустил И Можно Просто Стоять Там Я Не знаю Кто Курит Может Закурить Сигарет Очень Длительные Паузы И Причем Если Вы Отработали Лунку Это Не Море Где Вы Бегаете Там 30-40 Знаете Хотите Окучить Какой-то Одно Из Озер Ну Допустим У вас Черное Пятнистое Волосатое Окуневое Там Орлицы Какие-нибудь К трактору К печеньку Название Всем Известное Сбегать Вот Вы Посвящаете Целый День Этому Озеру И Вы Со Времен Бурлили Лунке Возможно Даже Не стоит Бурлить Новых Можно Просто Целый День Периодичность По Кругу Корить По Этому Молкам И Ждать Когда Она Проявит Себя По Клёвкам Она Себя Обязательно Проявит Теория Щуки Она Немножко Другая Она Не так Бегает Как Окун Естественно Мы Все Знаем Это Истина Что Щука Она Все Таки Немножко Привязана К Мороз Казался Судача Погода Ясное Солнце Народ На Горьковском Море Ура За Окунем А что Ты читаешь Тишина Ни Окунь Ни Судак На Тюльку Все Грустно Вдруг Откуда Нибудь Раз С Каменки Сразмежие А что Человек Не Чаяли Поехали Что Делать Колоссальные Уловы Щуки Хорошие Нормальные Щуки Как Нажерец Так Опять Балансир На Луну Все Это Вступление Да Сейчас Уитапно Лёша Добав Щука Первый Лед Не Согласитесь Но Все Равно Больше Это Тоже Февраль Март Это Может Может Быть Все Так Балансир Щука Для Меня Первый Лед Позже Уже Гораздо Тяжелее Из Моей Практики Небольшой Не Надо Стоять На Лунке Там 20 Безусловно Щука Чаще Клюет Если Она Там Есть Буквально До Десятого Зима Если Она Есть Но Не Хочет Есть Она Придти Лучше Вот По Приманкам Здесь Тоже Понятно Что От Окуня Мы Отталкиваемся Побольше Размер Пустой В общем Безусловно И Влад Сказал По Работе То Что Более Плавная Работа С Приманкой Вот Горизон Так Как Окунь Не Там Не Четыре Метра Гонять Глаз Шука Не Поднимается Так Высоко Это Крайне Какие-то Случаи Может Если Шнурки Ну Опять Желет Работа Нормальные Щуки А мы Хотим Все-таки Поймать Нормальную Щуку За Килозу Полтора За Два Желательно Ловить Карандаши Карандаши Можно Активно Ловить Около Тростника У нее Есть Огромный Плюс Если Человек Думчивый Понимающий Он более-менее Знает место Или там Кто-то Подсказал Она все-таки Осерлый Хищник Она не делает Таких Огромных Миграций Она может Миграции Делать весной Во время Нереста Допустим Во время Жора Как-то Выходить Но вот Если Мы знаем Озеро Какое-то Одно из Озер Возьмем И знаем Что там Есть щука Она там Осенью Нормально Ловилась Летом Постоянно Проявляет Она Она в этом озере Есть Она там И есть Она там И будет Есть И вот Мы просто Ее Вытаскиваем Оттуда Своей терпеливостью И монотонностью Мягкой Плавной То есть Ну опять же На лунке Не задержан Постучали Но не взяла Она Может быть Она стоит Но не активна Вот она Может быть Как подводная Камера Показывала Очень часто Да Ей Чуть Не надо Приманка Плавать Она Боком К ней Поворачивается Не то Что Игру Подбирать У нее есть Такие всплески Активности То есть Мы бурим Естественно Бур нам нужен Побольше Сто тридцаточка Хотя бы Да Поинтереснее Бурим И монотонно Ходим Обходим Вот эти лунки Чтобы скучно Не было Ну наверное Лучше конечно Жерлица Поставить Потому что Менять Там Мормышку С щукой Это Несовместимо Нужно Упираться Во что то одно Вот Это То что касаемо Опять Ну Чебоксарки В основном Заливах Там Оксих Тех заливов Там Дежинский Дуденева Там Толы То есть Там даже и ходят Техлови Места постоянные Известные Бровки Коряжки Где-то есть Где она стоит Только у нее Бьешь Проходишь мимо И уже понимают Она стоит на щуку Потому что там Коряжки Там Славы Там Щука Если она Тровянка Она стоит Около травы Даже бывает Такое Что прямо В траву Залезает Вытаскиваешь Там Сколько-то раз Траву Пока Место Расчистить Ну это мелкая щука Ну такая Киложка До кила Я бы так Квестиционировал Там Ну 500-700 грамм Поэтому По большому счету Если настоящему Хочется заниматься Щукой И когда тебе есть Интересно Надо посвящать Полностью целу День Это Это Как бы Философия Должна быть Своя Вот я Я живу Из принципа То что Ловлю То что Мне надо Для того Чтобы Как минимум Ее Приготовить И съесть Да Если Жена сказала Что надо Щуку на котлеты Вот Я пошел И начал Пол дня Посветил щуке Вот она Кстати поймал Целенаправленно Та же самая Рыбалка Как на окон Много 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 Лунок Буришь Там Где Собираешься Варить Как обычно Усвал Коряжники Или там Трава Я ввиду Дейска Затоне Я в свое время Ходил на щуку Вот их Через каждые 6-10 шагов Лунок Набурил И потом Когда все Успокоилось Пошел По этим Лункам Прошелся Нет Прошел Еще раз Прошелся Нет Значит Где дальше Если поклевки Это случилось Или косами Есть смысл Не пошла Еще раз Вернуться А если Его поймали То есть Смысл К этой Лунке Вернуться Через час Через два И как правило Бывает Такое Что попадаешь На тропу У них тоже Есть свои Какие-то Тайные Тропы И Либо Такие Удачные Места Для охоты Удачные Лунки Удачные Лунки И там Можно снять Еще вторую Можно вернуться Под вечер Еще третью А в остальном Там уже Все сказывается На максимальном Три Вот Я ловился Ну вот Такие Вот Тут можно Как с пулеметом Я Как первый Лед Некуда Где не станет На озеро Костичи Вот С Бороскин Там Недалеко Одежинска И вот там Вот эти шнурки Погнал И туда Обратно Ну и Еще Есть такое Вот Когда ловишь Там Где щуки Есть Она присутствует И летом И осенью И знаешь Что там Много Ловишь Там Окуня И тут Резко Как будто Ничего Нет Все Готовься Или приманку Срежет Или готовься Доставай Покручнее Часто Такой позыв Будь готов Затишье клево У меня У меня На Горьковском море А именно В таких Вот Это значит Что Он создал Такой же Атаж Что На этот Кормовой Стол Подошел Кто-то Покрупнее И он Просто Притих И возможно Не исключена Поклевка Более Крупного Хищника Это Как правило Это Готовься Тебя резануло Или Если Тебя Нормально Снает Поводок Уже Вот Не попадаешь Сжава Бам Что-то Резко Пропало Ну Все Ну Что Мы Щупу Потрогали Вопросы Какие-то Дополнительные Есть Устали Смотрю Все Да Да Не Еще Слотно Ну В принципе На этом Наверное Все Большое Спасибо Что Вы Вытерпели Нашу Таулю Готовым Времени